Итак, соответственно, у нас сегодня одна из базовых лекций из того, что можно назвать сердцем или ядром эстетики коротких дисциплины. Уж не знаю, сделают ли эту лекцию более ярко, интересно или напротив, но, в общем-то, это то, без чего в эстетике разбираться нельзя. Это основные эстетические категории. Если вы обратитесь к любой из книг, учебных пословий или учебников, у них сейчас не из числа, то, в общем-то, во всех них в той или иной степени вы увидите целые блоки бинарных оппозиций и бар противоположностей, которые представлены в разных количествах. Ну, вот один из таких примеров – прекрасное, безобразное, возвышенное и низменное, и комическое и трагическое. В большинстве случаев вот эти штуки, их появлены на местах, это категории, которые трагическое, конечно же, ближе к прекрасному и возвышенному, нежели, чем к безобразному и низменному. Но, тем не менее, прошу обратить внимание, если здесь это представлено таким образом, это говорит об определенной мобильности данных оппозиций. Помимо тех, которые вы видите, вводят еще две – это поэтическое и прозаическое, и глубокое, и поверхностное. Однако, я в такие игры не играю, и по пути данных исследователей не пойдут. Как вы уже поняли из того, что мы разбирали относительно концепции философских взглядов Жака Деррида, само по себе означающее является расщепленным. То есть, то, что мы говорили о понятии следа, когда означающее, в общем-то, идет с означаемым разными путями, и очень часто не просто, лишь частично покрывает его, а, в общем-то, уже гусит, а скорее маркирует его отсутствие. Таким образом, когда мы пытаемся вывести некие объективные, устойчивые эстетические категории, в общем-то, понятно, что в каких-то случаях мы будем сталкиваться с тем, что одно произведение можно отнести к разным, зачастую даже противоположным эстетическим категориям. С другой стороны, наоборот, внутри одной эстетической категории могут происходить такие явления, которые, в общем-то, будут взаимоскучающими. Это показывает не столько несоответствие этих эстетических категорий, ими-то мы с вами будем пользоваться, сколько, в общем-то, весьма двусмысленное положение бинарных оппозиций как таковых. А две бинарные оппозиции не значит, что неплохие и вовсе нельзя пользоваться. Пользоваться и не можно. Другое дело, что нужно понимать, что всякая бинарная оппозиция – это не просто различание, как у Деррида, или различение в обыденном дискурсе, но это определенная диспозиция, то есть это определенная точка зрения. Через нее мы выявляем не столько свойства самих явлений, сколько мы, так скажем, расставляем их относительно определенного ракурса, относительно определенного совершенно взгляда. И, как показывает, по крайней мере, лично моя практика, так скажем, использовать бинарные оппозиции менее эффективно, чем их неиспроизводство. Поэтому в качестве базы, в качестве основы эстетической мысли я предлагаю взять не бинарные оппозиции по типу противоположности, потому что, на самом деле, если совсем в дебри лезть, то, в общем-то, можно легко доказать, что на самом деле это одно и то же. То есть любая бинарная оппозиция скрывает в себе идентичность. А я в качестве базовых эстетических категорий предлагаю вам помыслить две из них, которые противоположными не являются. Это как раз прекрасно и возвышенно. Это именно разные точки отсчета, это именно разные взгляды на произведение искусства и на них в целом на самом деле, а не просто пары, которые одно исключают другое. И чтобы показать, как они, в общем-то, функционируют, я предлагаю небольшой экскурс в историю эстетической мысли, потому что, опять же, если мы мыслим эти пары противоположностей и непротивоположностей в качестве некой объективной абсолютной данности, то, в общем-то, мы ни к чему хорошему тоже не приедем. То есть греки, как мы сейчас выясним, относились к искусству совершенно иначе, чем к нему относились в средние века, чем к нему относились в эпоху Возрождения, и уж тем более, как к нему относятся в новое время. Если обратиться к античной мысли, а именно из нее проистекает всякая попытка осмысления рефлексии искусства европейской традиции, то, в принципе, древний мир знает только категорию прекрасных, как такового восприятия. Я сильно упрощаю. Да, есть тексты псевдолонгина, в котором слово «возвышенное» используется, но, в общем-то, если мы будем разбираться детально, то окажется, что в измерение возвышенного оно как раз не попадает. И почему это так, мы сейчас с вами детально разберем. Для этого обратимся, наверное, к самому известному произведению, в котором анализируется искусство, его цель и задачи, ну, это поэтика Аристотеля, в котором сформулированы такие положения, в общем-то, на которых некоторые настаивают даже по сей день. Но в качестве базового положения, вы наверняка его слышали, это положение мемесиса. Это положение того, что искусство подорожает жизни. Это именно концепция Аристотеля, высказанная им со всей определенностью, и, так скажем, по научной мысли того времени, вполне обоснованно преподнесенная. Так вот, если вы возьмете какой-нибудь советский учебник, то в большинстве из них вы встретите ту же самую основную проблему, да, то, что искусство подорожает реальности. А из этого вытекали совершенно определенные следствия. Дело в том, что подорожает искусство жизни весьма в интересном аспекте. Дело в том, что было такое измерение, возможно, самая важная категория или понятие, если угодно, для греческой культуры, это колокогатия. Все греки носились с этой колокогатии, как с писаной торбой. И что есть колокогатия? Колокогатия, если совсем упрощать, это прекрасно добро-полезно. Сейчас мы так помыслить не можем. Прекрасным для греков было то, что пропорционально в пифагорейском смысле этого слова, то, что красиво визуально, то есть с точки зрения формы, то, что красиво в смысле этики. Даже по сей день мы используем такое слово, как красивый поступок. Красиво может быть не только то, что визуально красиво, но и красиво в каком-то ином измерении. Для колокогатии, помимо этого, важным является понятие полезности в том смысле социальной пользы. Для грека ключевым является, естественно, социально-политическая сфера. И колокогатия играла колоссальную роль в процессе воспитания человека. Таким образом, идеальным продуктом колокогатии должен был бы быть образованный культурный гражданин, который активно участвует в социально-политической жизни. Борода. Борода государства. Получается, прекрасное содержало в себе идею благо. Вот что важно. Чего совершенно не будет в следующей эпохе. То есть благо – это не просто нечто хорошее. Это, повторюсь, все перечисленное мной выше, сведенное в некую единство. Это и упорядоченное, это и красивое, совершенное во всех смыслах этого слова. Алексей Федорович Лосиф переводит колокогатию как «прекрасно доброе». Но, мне кажется, полезное туда тоже было бы неплохо внести, в основном, что… Знаете, кто такой Лосиф? Да. Лосиф, да, конечно. Мы знаем. Хорошо, что знаете. Слушайте. Соответственно, быть прекрасным с точки зрения грека – это не просто нечто красивое, да, а это то, что можно вполне использовать в социальной жизни на ее благо. Вот это очень важный момент. Таким образом, если мы обратимся с точки зрения вот этой самой колокогатии, к рассмотрению того, что возникает в Греции, а Греция у нас миру дает драматический театр, это самое важное, наверное, достижение античности, ну, кроме зарождения европейской философии. Так вот, что есть театр в Греции? Это драма по типу трагедии и комедии. Казалось бы, должны появиться новые категории, то есть комического и трагического. Но на самом деле, как вы понимаете, то есть для грека может быть только две категории. Это прекрасное, в смысле, колокогатие, и, собственно, не произведение искусства. То есть если колокогатие не представлено, если оно безобразно, в буквальном смысле слова, в смысле отсутствия колокогатие, то значит, в общем-то, это бесполезно, это не произведение искусства. Вот в чем дело. Таким образом, придется и трагедию, и комедию помыслить каким-то образом через категорию прекрасного. Но с трагедией, думаю, в каком-то смысле проще. Этот же Аристотель дает нам подсказку, вводя понятие катоксиса, то есть очищение. И трагедия выполняет совершенно колоссальную роль в греческом повисе. На это написано огромное количество литературы. Я лично больше всего люблю работать по Лабарту на эту тему. Так, представьте себе, даже какую-нибудь совершенно ужасающую ситуацию и по нашим-то временам, и по тем временам, и тем более, типа ситуации и дела. В общем-то, ничего прекрасного в показанной ситуации нет. Однако, собранный воедино весь полис, а в театр ходили не просто большинство, туда ходили все. Для того, чтобы туда ходили все, полис еще и тем, кто не мог заплатить за вход, денежки выдавал на это. То есть в театр было обязательно посещение. В театр это действие, куда ходили все. И получается, через сильные эмоции, через их переживания в единовременности, каждый гражданин полиса приобщался к единству культурной жизни этого самого полиса. То есть через идентификацию с героем, через переживания, а сильные переживания, понятно, что объединяют сильнее, в этом смысле трагедия, опять же, попадала в категорию прекрасного, ибо она была специально полезна. Вот в чем дело. То есть через коробкова когатию мы легко перебрасываем мостик, который, например, сейчас мы туда перебросить никогда не смогли. Вот в чем дело. С комедии отчасти проще, отчасти сложнее. Если мы почитаем Эристотеля, то он говорит, что комическое – это подражание безобразному. То есть это, по крайней мере, такую категорию безобразную вполне себе употребляет это слово. Но, каким образом, опять же, комедия может считаться прекрасной. Комедия считается прекрасной по той же самой причине. В комедии высмеиваются пороки, в комедии высмеиваются логические заблуждения, если бы хотели Стофана, то получается смысл комедии как действо, опять же, объединение полиса, но в смысле его воспитательное. Высмеиваются определенные пороки. И, естественно, это, опять же, понятие когати идеально вписывается. В воспитательных – то, что улучшает общество. Получается, это не совсем юмор в смысле безобидной шутки, это сатиро все же. Таким образом, несмотря на то, что она пользуется, нету безобразного, потому что там, например, может быть, что раб издевается над хозяином и так далее. Особенно, это будет типично для более поздних комедий, плавторских, например. Но, несмотря на то, что используется методы, в общем-то, не самые красивые, цель благая. И эту цель, она выполняет, а значит, вполне может быть причислено к категории прекрасного. То есть, если брать базовую диспозицию античности, то мы получаем прекрасное и безобразное, где на стороне прекрасного все искусство, которое неотделимо от политики и от субъекта полиса, с другой стороны безобразное, которое, в общем-то, является не искусство. То, что является основным критерием того, чтобы то или иное произведение, в общем-то, из перечени искусства вычханить. И это нетипично, это необычно, этого мы не встретим больше никогда и нигде, потому что вот такое причудливое объединение прекрасного, благого и полезного, в общем-то, оно весьма и весьма характерно только для искусства Олады. Что у нас в средних реках будет происходить? Средние река и Августин Блаженный, и Фома Квинский, собственно, два крупнейших мыслителя этой эпохи, с понятием красоты всегда начинают сопрягать понятие формы. На самом деле, это очень-очень важно. То есть, форма становится первым характерным признаком прекрасного, как и колонок. Как это объясняет Фома? Это весьма интересно. То есть, он говорит, что красивое проще воспринимается, чем некрасивое. Таким образом, оно сопряживается с категорией ясности. Это то, что проще воспринять. Интересным примером в смысле отношения к красоте в средние века является то, что, в общем-то, каждому красивому произведению отказывано в том, что в нем содержится красота. Красота является воплощением божественной гармонии. То есть, красота – это то, каким образом Бог создал мир. И по этой логике каждое произведение искусства, оно прекрасно не потому, что его прекрасно создал мастер, оно не несет в себе красоты, оно несет лишь отсылку к божественной гармонии. То есть, в нем эта божественная гармония представлена в большей степени. Это как, представьте себе, допустим, там, стекло мутное совершенно, да, и если мы его чуть-чуть больше оттерли, то через него свет больше поступает. Но это не значит, что свет является качеством самого стекла. Примерно таким образом мы скили творческий процесс в эпоху средних веков. То есть, да, безусловно, тот, кто оттер это стекло в наибольшей степени, он молодец, и это произведение, безусловно, ценно, но мы понимаем, что свет не присущ самому произведению. То есть, вот это понятие красоты, оно не представлено в самом объекте, оно является трансцендентом в отношении и еще одно очень важное дополнение для того, что прекрасное, так как оно соотносится с божественной гармонией, значит, оно неизменно. То есть, оно всегда одно и то же. Вот это очень важное отличие от современного нашего понимания. Какие качества будет принимать? Ну, изображения, самых известных. Фома Квинский говорит о том, что первое это ценность, второе это пропорция, и третье это ясность. Вот эти три категории, они и определяют прекрасно произведение искусства или нет. То есть, понятно, что все они в той или иной степени сопросятся с формой. Исходя из всего вышеизложенного, оно становится понятным, что искусство в какой-то мере в это время анонимно. не потому, что автор не помечает его своим именем, а потому, что то, что прекрасно в произведении искусства, оно принадлежит Богу, а не автору. Вот в чем дело. То есть, сама по себе творческая потенция автора, его воплощенное в творческом акте, таким образом тогда не понимается. творческого акта по сути нет. Творческий акт был один единственный раз. Это шестоднев, когда Бог мир создал. Все, больше никакого творческого акта нет. Еще одна очень важная такая составляющая прекрасного, вокруг которой шли мощнейшие батлы вплоть до Фавы Аквинского, это цвет. Дело в том, что часть церковников считала цвет чем-то в общем-то материальным, тем, что не должно видеть в церкви. С другой стороны, почитатели цвета относились к нему как к одной из форм света. А свет, согласно святоотеческой традиции, это и есть единственная форма зримого присутствия божественного храма. И понятно, что вопрос это совсем не праздный. Вопрос это говорит о том, может ли за счет цветов их использования увеличить количество божественного присутствия в храме. Ответ дал, дан был окончательную пользу цвета. Цвет оговаривается в коммунии у месси и с тех пор огромное количество росписи храма и золота оно указывало не на богатство. Вот это нужно понимать. То есть почему церковники с такой легкостью выставляли все эти золотые иконостации в храме, не боясь того, что это будет прочитано как демонстрация богатства, потому что таковое оно не являлось. Золото как то, что в наибольшей степени отражает цвет, с точки зрения средневековой эстетической мысли умножало свет, а значит оно увеличивало количество божественного присутствия в храме. То есть тогда любой цвет измерялся в двух весьма интересных шкалах по его светопоглощаемости. То есть один и тот же цвет черный или белый который у нас сейчас представлен в виде бинарных оппозиций то есть черный и белый тогда так это не работало. Тогда важнейшей оппозицией бинарной опять же была оппозиция матового и того что отражается глянцевого. То есть для белого и черного в виде матового и глянцевого оттенка даже разные слова использовались. Разные номинования. Я небольшой знаток старофранцузского но поверим так скажем тем кто это описывает являясь в этом в этой сфере специалистом. Я в данном случае ссылаюсь на работу Мишеля Кустурова беднейшего индивиста. Так вот соответственно можете себе представить если цвет какой-либо матовый он условно говоря поглощает цвет. если он поглощает цвет значит он инфернален он противоположен вам если он отражает цвет значит он преумножает цвет и соответственно он увеличивает количество божественного присутствия в этом месте. Одна из важных таких особенностей живописного искусства средних веков это вот такое отношение к свету и к цвету и через него соответственно на самом деле формы как-то там и понятие формы как сопричастный прекрасному на самом деле проживет очень долго и по большому счету именно так мы это сейчас и будем торопить. Понятно что я существенно это откорректирую но в общем-то это уже один из базовых кирпичков в становлении современных представлений о прекрасном важности базовым антагонизмом в это время тоже является прекрасное и безобразное другое дело что о безобразном уже писали очень много то есть если в античности вы безобразное можете в качестве нет скольких отговорок найти то здесь о безобразном писали уже так по-настоящему даже категоризируем вот что пишет Фома он пишет что как прекрасное так и безобразное можно разделить на две важных три важных категории это физическую интеллектуальную и нравственную что соответственно может быть безобразно физически ну например труп физическое безобразие безобразие интеллектуальное это ложь и безобразие нравственное это соответственно дьявол безобразие принципиальным отличием от античного мира здесь является разделение блага и красоты красота с точки зрения фомы это форм бескорыстное любование формой а благо опять же с точки зрения того же самого фома клинского не бескорыстное происходит резкое размежевание принципиальное размежевание а вот этой колокогатии то что обязательно прекрасное и блага прекрасное это одно а благое это офис и земля следующая эпоха это эпоха ренессанса эпоха возрождения и тут ключевая фигура эстетической мысли это у нас уже архитектор это уже поближе к тому чем мы в этом семестре занимаемся так Леон Батиста а Альберти один из виднейших архитекторов 15-го столетия для кого в чем его принципиальная позиция отличающая ренессансную эстетику от эстетики предшествующих веков дело в том что Альберти отказывает красоте в укорененности в Боге то есть красота укоренена в самом предмете самой вещи и в данном случае художник который может добыть из этого предмета красоту он является творцом в полном смысле этого слова вот оно появление близкой самовоставления так скажем творческого акта первого то есть творческого акта как творения мира богом и творческого акта как творчество художника так и вот согласно Альберти красота это согласие и созвучие частей в том частями чего они есть то есть получается красота это пропорция в каком-то смысле красоту нельзя на глаз определить вот в чем дело то есть красота это пропорциональность сок размерность и заметьте тут нельзя не усмотреть идею соотношения макрокосма и микрокосма да то есть бог творит мир да он прекрасен он совершен но человек тоже творит он не просто проявляет красоту которую уже заложил бог а он таким же образом создает то есть если мы берем кусок мрамора это совершенно определенный материал он имеет определенные закономерности и именно воля человека выстегает из него будет ли это прекрасная статую или нет потому что нужно понимать что одно дело если мы работаем с мрамором а другое дело если мы работаем с глиной сам подход будет различный и произведения будут различные хотя и то и другое может быть прекрасным прекрасным будет то что в наилучшей степени продемонстрирует скрытый потенциал этого материала вот в чем дело получается красота становится имманент на материал из которого художник производит свое произведение и это уже сильно отличает взгляды Альберти от предшествующей эпохи ну вы все знаете Альберти даже если фамилию в первый раз в жизни мы услышали по фасаду Санта-Мария Наберла настолько известное произведение что в общем-то не видеть вы его не могли никаким образом он создает именно фасад и по нему опять же видно что это пропорциональность это симметрия все что я перечислил относительно его представление о красоте как о гармонической слаженности частей в общем-то здесь представлено холмом объемом Заветьте любопытный момент и в античности и в средние века я вам показывал эстетиков точнее эстетические взгляды не художников с большой то есть буква естественная а здесь у нас будут эстетикой заниматься Альберти Леонардо то есть те кто непосредственно сопричастует творческому процессу Фонар Минский он трудно писал и Аристотель тоже и Платон правда высказывался нечто тоже о эстетике как известно он изначально вроде как начинал как драматур но благополучно это все так что в общем-то никто из них именно художниками не являлся и это тоже о многом говорит но по большому счету если взглянуть на все эти диспозиции которые мы разобрали в трех эпохах так мы за пределы прекрасного тира безобразного никуда и не ушли да само по себе прекрасно по разному понималось может становилось так скажем его измерения в том виде в котором мы сейчас понимаем что такое прекрасное но в общем-то ничего выходящего за пределы изначальной противоположности прекрасно безобразно вот так и не увидели для того же блаженного Августина безобразное то что не есть ну есть есть только Бог Бог прекрасен да соответственно безобразное это то чего по сути не существует то что безформенное то чему не дано самостоятельное бытие то есть это как зло как отсутствие блага так что несмотря на то что про безобразное в средние века писали уже достаточно много в общем-то ему в самостоятельном существовании не было отказано так же как и здесь то что не гармонично то что не пропорционально то конечно безобразно но в общем-то оно произведение в сус тоже не является все радикально поменялось в 17 веке когда начинается та эпоха в которой мы благополучно пребываем и по сей день и виноват в этом уж не знаю сам или лишь он констатировал тот факт который вышел наружу в его время Ганне Декарт дело в том что есть просто такие инициативы которые на самом деле совершают своего рода интеллектуальный вброс который можно прочесть как факт существенно меняющий саму реальность то есть такие инициативы были ну например инициатива Фрейда то есть можем ли мы говорить о том что Фрейд именно вскрыл определенные закономерности которые и так лежали всегда в общем-то в человеческом бытии или он и создал свои инициативы в общем-то на этот вопрос ответить однозначно не представляется возможно также невозможно ответить и относительно инициативы Декарта ну неважно поэтому читали ли вы Декарта не читали вы Декарта вы все находитесь в том пространстве которое создано благодаря одной его неудачной попытке определить очевидность субъекта заметьте попытка это была именно неудачной начиная с Декарта мы получаем расщепленного субъекта и в общем-то сейчас мы пребываем в этой же самой весьма и весьма страшной ситуации вы все знаете эту несчастную фразу которая затаскана и которую мало кто на самом деле толком понимает это покет это сумм мысль следовательно существует на самом деле именно в таком виде Декард ее не использовал ибо Декард писал на французском то есть это уже первое но на самом деле проблема здесь заключалась в следующем Декард хотел показать очевидность я то что бытие я оно настолько очевидно что в общем-то в доказательстве не нуждается это нужно было высверлить но доказало нечто прямо в теоположное в этой конструкции которую логично бы записать именно вот так оказывается что никогда нельзя сказать где то я которая мыслит а где то я которая верифицирует мысли понимаете вот в чем дело то есть мы никогда не знаем оно уже там в числителе или оно еще в знаменателе это я и этот вот это диахронический средств у него мыслью следовательно существую вы видите этот концепт представлен в сенхроническом измерении то есть сразу уже как данность это диахронический срез вплетенный в золотое сечение в структуру золотого сечения на самом деле получается следующая очень страшная цепочка я которая мыслит я которая мыслит я которая мыслит я и до бесконечности а так как оно до бесконечности то оно как раз неочевидно вот в чем дело и очевидно наша позиция по отношению к представленному расщепленному субъекту благодаря вот этой неудачной попытке представить субъекты единым в итоге которого он собственно и расщепляется происходит весьма интересный феномен который вам как людям работающим со словом наиболее близок в общем-то вам с ним работать всю жизнь это то что Жак Лакан а вслед за ним и наш современный мыслитель петербургский философ Александр Смулянский назовут разделением содержания высказывания и актов высказывания впервые происходит их полное размежевание и теперь содержание высказывания с актов высказывания не просто не совпадают а вообще не могут совпасть то есть никаким образом что мы до факта получаем получаем то что речь превращается из перформатива в информацию то есть хорошим примером является здесь не совпадение акта высказывания и содержания собственно сама фраза декавка то есть хотел бы он доказать то что я едино и очевидно а показал то что я недоказуемо вот это и есть то есть по содержанию высказывания это одно согласно акту высказывания совсем другое а действуют акты вот в чем дело то есть речью перестало быть возможно управлять принципы что бы вы ни говорили вы говорите другое то есть на уровне информации вы говорите одно на уровне вы говорите другое а действуют акты вот в чем дело в античности так не было но допустим сейчас вся речь которая по сути сводится исключительно к информации тогда была представлена на информационно-коммуникативном уровне исключительно в минимальной сфере. Речь была просто информативна. Например, речь могла быть воззванием, речь могла быть наречением, провозглашением. Разница, на самом деле, колоссальна. Если вы посмотрите, что есть в античности, наречения изгоем или наречения вором, наречения homo sacer в латинском мире, то окажется, что, в общем-то, это совершенно не то же самое, что сейчас, когда нам сообщают в новостях, что вот мы-то думали, что он честенький, а оказалось, что, в общем, нет. То есть нас информировали. В то время, как тогда происходил перформатив, речь нарекала имя вор. Это совершенно не одно и то же. Хотя сейчас, повторюсь, помыслить нам это достаточно сложно, что в этом есть разница. Но разница принципиальная. То есть вот эта идея расщепления акта и содержания ведет за собой целый ряд весьма-весьма примечательных следствий, которые мы расхлёбываем по сей день. И, в общем-то, попытаюсь продемонстрировать такими совсем простыми примерами, чтобы вы поняли. Ибо идея – это очень сложно. Ну, я не претендую на то, что смогу полностью раскрыть уже высказанные причины. Акта задержания расходов. Происходит резкая внимательность к словам высказываниям. То есть, если в средние века вы посмотрите, как цитируют, казалось бы, методоратив Библии, то есть то, к чему нужно относиться к речь, с величайшим пиететом. Но, если вы посмотрите, почитаете проповеди самых важных проповедников того времени, там Таулера или Суза того же самого, то есть пост-экхахтеровских мыслителей, то вы обнаружите, что, в общем-то, Библию цитируют как «Бог на душу положен». То есть ее переначивают, переставляют. Там, по сути, иные сценки даже представлены. Тех, которых там нет, которые домысливы, досочинимы. И это считается абсолютно нормально. Тот же Таулер котируется очень высоко. Экхард полетел под инквизицу, но он не за это полетел. За контейнер, по сути, по большому счету. Таулер, в которого как раз и представлены самые радикальные расхождения в цитированной так называемой Библии, всегда был очень мыслителем востребованным и никаких наречений со стороны карательных инстанций в виде той же инквизиции не имел. Да и вот, если же вы обратитесь к цитированию пост-экхахтерскому или современному цитированию, то вы обнаружите, что нужно не просто точно слова произвести один в один. Если вы их цитируете с другого языка, то желательно еще каждое это слово привести в оригинале, в подлиннике. Еще нужно дать ссылку на страницу, а еще желательно, но вот издание, тем которым вы упользовались, а вдруг при следующем переиздании там страничка на следующую исползает. То есть создается впечатление то, что смысл, то есть акт высказывания, пытаются ухватить, ухватываясь за слово, что именно в порядке слов и организован этот акт, а хватить его нельзя. Я вам чуть позже, если успеем, сегодня покажу, как на самом деле вот такое ярко-выточное цитирование работает, никак не нарушая высказанную умной мысль о несопадении содержания высказывания и акт высказывания. Можно привести абсолютно точную цитату со всеми нужными ссылками, и она будет противоположна тому, что высказали это книги. Это запас. Самый простейший пример вы знаете все по соцсетям, это когда приводится та или иная фраза и подписывается там Федор Достоевский, а вообще ее герой высказал. Причем зачастую это герой отрицательный пример. Можем ли мы, например, ту или иную фразу, высказанную Воландом, приписывать непосредственно мнению Булгакова? Говорит, что вот Булгаров считал так-то. Понимаете? То есть происходит отождествление говорящего со словом. А это странно. Мы же понимаем, что персонажей много. Более того, эта фраза могла уже спустя полторы страницы быть и проверкнута. Вот. Резкое внимание к словам, потому что акт постоянно ускользает. Что еще, это какие следствия влечет за собой? Следствия, на самом деле, настолько радикальны, что, в общем-то, и даже помыслить сложно. Весь объем того ужаса, с которым мы столкнулись после Картезианского переворота. Ну, например, интереснейший пример – это обсуждение чего бы то ни было в блогах. Ну, как современные формы публичной речи. Представьте себе. Некий пост в соцсетях. Кто-то, допустим, что-то там обнародовал. Один на эту тему высказывается, что это то-то или то-то. Тут всплывает второй, который говорит, что, в общем-то, высказанное первым, оно некорректно, потому что он, в общем-то, называет вещи не своими именами. Он высказывает, так скажем, их определение ошибочек. Всплывает третий, который говорит, что, в общем-то, второй молодец, но он русского языка не знает, да, и, в общем-то, пишет с ошибками. Всплывает четвертый, который, потому что, как вы знаете, критикам есть только одно наихудшее, да, это критика наихудшее. В данном случае, естественно, всплывет четвертый, который улечит третьего в том, что, в общем-то, он осуждает второго вне знания русского языка, мало чем от него отличается и тоже пишется ошибками. Тут самый ключевой момент. Всплывает какой-нибудь пятый, кто говорит, ребят, хватит уже ссориться. Ведь всем же понятно, что хотел сказать первый. Он хотел сказать то-то-то и то-то. И, казалось бы, спор должен превратиться, но тут всплывет первый. Говорит, ничего подобного, ничего такого я сказать не хотел. И вот тут-то эта петля и начинает вращаться. Оказывается, что все, кто поняли первого, все, кто его прочли, поняли его не так. И никто из высказавшихся не высказал то, чего он высказать хотел. В качестве акта высказывания в данном случае мы имеем только расщепленного субъекта. Только эту петлю. То есть форма является сама форма этого высказывания, которую вы встретите абсолютно в любом форме и, в общем-то, ничего иного вы там и не встретите. То есть это и есть акт высказывания, который в данном случае будет тотален. И с содержанием, как вы видите, он имеет ни малейшего отношения. Звучает форма высказывания, а, естественно, эта форма оказывается никаким образом не связанной с тем, что мы пытаемся высказать. А тут уже проистекает еще одна интереснейшая вещь. Невозможность высказать окончательное решение по какому-то суждению. Например, по любому из означающих. Например, такое означающее возьмем, как патриотизм. Ну, оно наиболее обычно всех взничает. Почему такие баллы идут по поводу этого означающего? Не потому, что оно на самом деле так уж всех интересует, а по той простой причине, что людей возмущает то, что никто из них не может высказаться на эту тему в окончательной форме. Сколько бы они не пытались преподнести свое понимание этого самого несчастного патриотизма, все равно оказывается, что все последующие, кто им отвечает или кто их читает, в общем-то понимают их высказывание иначе. А почему его понимают иначе? Потому что высказывание перестало быть перформативным. Высказывание сводится к сумме слов, которые в нем находятся. А, как вы помните из прошлой нашей лекции, слово всегда не совпадает с тем, что оно означает. Оно грустает. Оно может чуть-чуть отходить, но это все равно уже то же самое. И это весьма интересно, что с этим делать мало понятно, но как факт реальности в общем-то это нельзя игнорировать. Вот что делать, да? То есть наша позиция в данном случае может быть двоякой. Она может быть в виде презентации, когда мы просто, как я уже описал на форумах, будем повторять эту глупость. И в виде ее презентации, когда мы будем ее замечать. Единственное в данном случае, что мы можем сделать? И второе, поверьте, существенно отличается от первого. Оттуда же пристекает и весьма интересная вещь в плане эстетической мысли. Дело в том, что начинают стираться по грани между тем, что, казалось бы, должно быть противоположным. Любопытно, что именно в это время начинают плодиться эти бинарные позиции пары противоположностей эстетических категорий. И именно в это самое время сложнее всего, окажется, отличить одно от другого. Ну, например, та бинарная пара, о которой мы будем еще говорить, это реалистическая и фантастическая. К большому счету, эти категории, а это именно эстетические категории, возникают именно в новое время. Потому что, если вы посмотрите на эпоху античности, то там, во-первых, не было самого понятия реальности. Там было понятие, например, политической практики. Реальности не было такого понятия. А во-вторых, даже если слово фантастическое иногда и проскальзывало, оно скорее как понятие призрачного, иллюзовного, как Платона, то, в общем-то, для грека боги, герои придуманные, герои реальные, или там, кодекс законов, или реальные военные действия были настолько существенны или несущественны, ввиду того, можно ли их практически использовать. То есть, вписываются они в категорию колокогатии или не вписываются? Если они вписываются в категорию колокогатии, то они относятся к этой самой политической практике. Вот и все. Практика, да? Если это как практика возможна, значит, это, в общем-то, то, что мы сейчас назвали нереальным. А разделение на реальное и нереальное тогда не существовало. Разделение на реальное и нереальное, заметьте, появится впервые с повара, с христианской войны. Но под реальным и нереальным будет подразумеваться совсем не то же самое, что мы мыслим сейчас. Например, вот реальное естество для христианина подразумевает само единственное событие. Это та истина, которую принес с собой Христос. То есть, факт его воскресения. Вот это реальное, все остальное нереальное. То есть, получается, реальное происходит совсем не оттуда, его ноги растут совсем не там, как мы это сейчас мыслим. И, конечно, если мы подходим к древнему миру, привнося в него современное понимание, в том числе этих категорий, то, конечно же, мы допускаем анхронизм. А вот теперь, как раз на этом самом реальном и фантастическом, фантастическом и реалистическом, я вам покажу, как не срабатывает акт высказывания и содержание высказывания, как они выстреливают в разном направлении. Собственно, если вы зайдете в Википедию и откроете статью фантастическое, заходите туда, в общем-то иногда следует. Тоже такой продукт, так скажем, общественной речи, речи анонимной, где каждый пишет, что ему вздумается. Договор. Определение фантастическое будет приведено согласно такому мыслителю, как Рожек Крива. Крупнейший автор, друг Баттайя. А, это середина двадцатого века, французский философ. Договор. Смотрите, что пишут в Википедии относительно фантастическое. Согласно определению данному Рожек Крива, к фантастическому относится все, что не является точным изображением привычных предметов и живых существ. Теперь, если мы откроем книгу Рожек Крива вглубь фантастического, то мы определим, то вычитаем оттуда то, что, в общем-то, здесь дано в качестве точной цитаты, не учитывает то, что он до этого пишет, что бредово было бы определять фантастическое таким образом. То есть в качестве определения с точной ссылкой мы имеем то, что прямо противоположено а акту высказывания этого персонажа. И сделать он тут ничего несложно. Потому что это его слова. То есть все, что я здесь зачитал в Википедии, действительно находится в его книжке. Другое дело, что это так называемые нечистоплотные использованные цитирования, с которым сколько вы не боролись в искустореческой литературе, победить его невозможно. Потому что вы не можете привести всю книжку. А, собственно, той формой, на которую рассчитывает автор, является, конечно же, вся книга. Более того, зачастую несоизмеримо большая, чем одна его книга. Вот в чем дело. Получается, цитирование оказывается вообще невозможно. Вот в чем дело. Все становится текстом. А если все есть текст, то цитата невозможно. Вам, как авторам, должно быть весьма и весьма любопытно и интересно. Мы же пойдем дальше, и я покажу, как такая категория, как прекрасная, которая всегда была незыбленно и легко определима, в общем-то, становится благодаря несовпадению содержания акта тоже весьма и весьма зыбкой. Я вам уже этот пример приводил просто не в этой связи. Если мы взглянем на такие постройки, как сталинские высотки, ну, я имею в виду те, которые по типу здания университета или здания на красной пресне находящегося. Так вот, я уже вам показывал, как на них размещены крупные фигуры, идеализировано представляющие коммунистов и коммунистов. Естественно, задача была именно попадение в категорию прекрасного. Это как бы очевидно, потому что величественная у нас тоже в категории прекрасного. Но как эти здоровые высотки выворачивают слабой Жижек в своих работах, он показывает то, что на самом деле эти высотки выражают то, что идея попирает реально живущих в доме. То есть, идейные персонажи, нереальные персонажи, идеализированные, воплощающие собой эталонное коммунистическое будущее, они в прямом смысле слова попирают своими ногами тех, кто, собственно, живет в этом доме на самом деле. Оказывается, что само прекрасное становится возможным к прочтению в качестве возвышенного, чего раньше в помине быть не могло. То есть, прекрасное становится расщепленным. Это не значит, что, конечно, сейчас вовсе невозможно отличить прекрасное от возвышенного. В возвышенном мы с вами даже не дошли, мы дошли только до того момента, когда оно впервые могло появиться как таковое, потому что до этого просто в нем никакой необходимости не было. было прекрасное то, что уравновешено, то, что совершенно. Когда появляется расщепленный субъект, по определению мы можем подойти к этой самой реальности с двух сторон. И для отражения одного и того же нам уже потребуется две категории. Это категория прекрасного и категория возвышенного. У того же самого Жижика для этого используется такой весьма интересный термин, как параллакс. Что есть параллаксное введение по Жижику? Собственно, на этом, наверное, мы сегодня завершим. Я вам разберу Жижиковскую инстанцию, в которой он отсылается инстанцию взгляда. И мы в следующий раз начнем уже тогда с возвышенного. Так вот, что предлагает Жижик? Он говорит о том, что, в общем-то, есть такое понятие, как параллакс. Параллакс он заимствует из физики, хотя, на самом деле, в философии оно уже использовалось на тот момент. На тот момент параллаксом называлось нечто близкое к тем диспозициям, которые даст Кант. Но вы все знаете, что Кант берет всегда бинарную некую пару противоположностей и показывает, в общем-то, что интеллектуально можно доказать что одно, что другое. Тем самым устраняет какую-то содержательную сторону вопроса. Например, безначальный мир или имеет начало, да? Он показывает, что можно доказать что одно, что другое непротиворечивым образом. И таким образом, в общем-то, этот вопрос не то, что решает, а он его снимает. Потому что если нельзя, значит, в общем-то, нельзя. И не пытаться не стоит. В общем-то, это и не интересно. Жижик же предлагает параллакс совсем в ином смысле. Он предлагает параллакс как точка изменения положения взгляда. Ну, например, параллакс в области оптики или лизики. Представьте себе, если мы будем меняться, изменять точку зрения на предмет, то сам этот предмет, в общем, будет выглядеть в нашей глазах по-разному. Ну, например, если вы увидите какой-то предмет с необычного рамбурса, то не факт, что, в общем-то, вы его признаете. Правда же? А самое главное, что вы его гарантированно не признаете, если вы его увидите сразу со всех сторон. Да? Если вы увидите этот маркер сразу со всех сторон, да, то на маркер он, похоже, будет очень удобно. Так вот. Жижик же стоит не на такой позиции бесконечной смены точек зрения, а, в общем-то, на двух. Это то, что психологи называют контейнированием, да, и, соответственно, вне контейнирования находящейся позиции. То есть, внутри мы смотрим на какую-то проблему, изнутри или снаружи. Вот в чем дело. То есть, оказывается, что в зависимости от того, как мы оцениваем ту или иную ситуацию или то или иное произведение, мы в него погружаемся, оцениваем его с этой точки зрения, или мы его рефлексируем, находясь на расстоянии. Вот эта двойная позиция субъекта, заданная именно картезианским расщеплением, позволяет нам, с одной стороны, если мы погружаемся, мы попадаем в категорию, естественно, прекрасного, если мы его рефлексируем, если мы, так скажем, форма этого произведения выходит за пределы его формы, мы его сопрягаем с определенной мысленной конструкцией, то это попадаем мы в категорию возвышенного. И это благодаря только тому, что появляется расщепленный субъект. Потому что тот субъект, который может действовать, и тот субъект, который рефицирует его действие. Когда это было только перформативом, естественно, любое погружение всегда гарантировало прекрасное. И в возвышенном никакой именадобности не было абсолютно. Когда же субъект расщепляется, мы всегда, в зависимости от того, какое я, мы позицию занимаем, позицию рефлексирующего или позицию действующего, естественно, мы попадаем либо прекрасно, либо возвышенно. То есть, получается, несмотря на то, что, безусловно, в самом творческом акте, в самом замысле художника, можно легко отличить изначально оно прекрасно или возвышенно, в большинстве случаев. Тем не менее, в потенциале, в скрытой форме, обе эти категории присутствуют в любом произведении, ввиду того, что сама наша точка взгляда может смещаться. Вот в чем дело. И это весьма интересно, это показательно именно для нашего времени. И, в общем-то, с этим можно только смириться и с этим работать, потому что никакой иной альтернативы пока что предположено не было. Особенно, если учесть, что декабрь живет в 17 веке, в общем-то, очень давно от нас, ничего нового с тех пор, собственно, не произошло. Ну, по крайней мере, на уровне оценочного суждения, да, как какового. Так что, в общем-то, разбираться с возвышенным и с прекрасным будет не столь просто, как могло бы показаться. Но в следующий раз я попытаюсь все-таки какие-то опоры и точки вам дать, чтобы вы действительно могли понимать, что превалирует. То есть те с примером, где выделить прекрасное или возвышенное, вот вообще никак нельзя, когда они попадают в зону неразрешенности. Их очень мало, на самом деле. Я лишь показываю то, что эти категории не являются абсолютными. Раз. Во-вторых, они держатся на очень интересной конструкции субъекта современного типа. И поэтому любая бинарная пара противоположностей, она, в общем-то, взрывает самоё себя. А с одной стороны скатывается в тождественность. Потому что что такое прекрасное и безобразное у этого уже Апустина? Ну, это как повышение прилижения громкости, да, они находятся на одной линии. Безобразное – это то, что непрекрасное. Категория одна, на самом деле. Вот в чём дело, понимаете? А если будет, в принципе, этого самого прекрасного поменьше, но, соответственно, безобразным окажется то, что раньше, в общем-то, считали прекрасным. То есть оно может смещаться до бесконечности что в одну, что в другую. Да? То есть, получается, вот эта бинарность, она ни к чему толковому не приводит. С другой стороны, само понятие прекрасного, как я показал, тоже может отлично расщепляться. Находимся мы внутри него или находимся мы относительно него с внешней стороны. Поэтому к этим парам противоположностей, которые вы можете обнаружить, что у Болева, что у Учкова, даже в учебной карте эстетики, ещё называют самые политичные из них, в общем-то, это всё значительно сложнее. И без погружения в современную систему философского мышления, современного взгляда на субъекта как такового, вы ни к чему толковому не придёте. Вы просто будете наступать на те же самые грабли, на которые, в общем-то, уже тысячу раз наступали и даже дорожку протоптали, как между ними ходить можно. Понимаете? Не так давно попался новый выпуск журнала «Логос», в котором спор относительно Латура даётся и его философского выброса, который он делает в 80-е и 90-е годы. Это акторная сетевая теория. И, в общем-то, ничего более смешного долго уже не читал, давно уже не читал. Понимаете, на полном серьёзе люди толкут уроду в ступе, которая, в общем-то, давно-давно уже решена. И ничего нового относительно того, что высказал по этому поводу тот же Алакан или Жильдерёз, там нет абсолютно. Только видно неосведомлённость этих людей и относительно одного, и относительно другого. И, в общем-то, читать это достаточно наивное чтиво и достаточно жалкое в своей основе. Весьма и весьма обидно. Примерно то же самое и касательно эстетической мысли, можно сказать. То есть, если вы не будете использовать тот аппарат, который даёт нам Жак Лакан, а именно на Лакан Бадил и Жижика, я, прежде всего, ссылаюсь. Когда привод нашёл вам материал, в общем-то, пойдёте примерно вот в ту же самую ситуацию и будете высказываться о прекрасном возвышенном и писать текст, наивно полагая, в общем-то, так скажем, что в этом тексте всё замечательно, здорово и вот эта фигура в нём не текстовая. А выкинуть вы не сможете никаким образом, повторюсь, всё равно читали, где как-то не читали, будь вы вообще субъект современный, там попавший в Европу из какой-нибудь Ливии, да, коих там сейчас не исчесть, всё равно в ситуацию расщеплённого субъекта вы попадаете. Потому что это ситуация языка, а не ситуация человека. Под субъектом не нужно понимать человека. Это субъект, это субъект действия. Под субъект как то, что включено в речевую практику, а не просто вы, я или ещё кто-то из этого института. Так вот, так как у нас осталось немножко времени, я бы вам хотел, чтобы не начинать уж о возвышенном, его оставим на следующий раз, представить несколько книг, которые я не специально принёс, я их буквально несколько часов назад купил, а именно полтора часа, да, ровно перед лекцией. Ну, наконец-то вышла одна из важнейших книг Жанна Бодрияра. Думаю, фигура не нуждается в представлении, да, это «Фатальные стратегии». То есть эта книга на русский не переводилась никогда, её читать приходилось не пойми как, ну, лично я не владею французским, да, соответственно, приходилось с ней разбираться через либо английские транскрипции, либо через ссылки в статьях. Ну, вот, теперь эта книга в очень толковом переводе, с хорошим методологическим комментарием, то есть для студента вообще отлично, и текст Бодрияровский, он простой. То есть Бодрияр пишет не так, как пишут философы. Он, во-первых, социолог, по-первых, по своему всё-таки образованию, потому что он и не совсем философ. И пишет он, конечно, языком почти детский. То есть это всё очень просто, это понятно, а если тут что-то непонятно, то перечитывание непонятно становится. То есть это «Фатальные стратегии» Жанна Бодрияна. Ну, вот, книга совершенно уникальная, где-то он столько времен успел прочесть до начала нашей реакции, поэтому полностью о ней своё мнение вынести ещё не могу. В общем-то, идея в том, как на главенствующую позицию в современном мире выходит вещь, отстраняя субъекта на вторую главу. Здесь будет и о эстетике, поэтому я, собственно, её вам и рекомендую. То есть он показывает новый виток в вот этой спирали, когда, в общем-то, сейчас недостаточно разделить на что-то прекрасное или ужасное, ужасное уже не работает, нужно, например, создать чудовищное. Показывает, как каждая категория сейчас работает только в возведении её в не высшую степень, что, собственно, на самом деле их обезличивает. Потому что процесс-то один и точный. Понимаете, да? Это процесс просто умножения себя же на себя. И другая книжка, которая только что, опять же, вышла, это «Суперкритика» Питера Айзенмана и Рэма Колхаса. Любопытно, что запланированный мной курс, куда я включал мысли Айзенмана, в общем-то, совпал с выходом впервые на русском двух его работ. Да это вообще ничего не было. А вот в этом вот просто проговорот про Айзенману, это тоже 17-го года издание. Это не научная работа. Это беседа. Это диалог двух крупнейших ныне живущих архитекторов, Питера Айзенмана и Рэма Колхаса, которая, с одной стороны, это, конечно, проще. То есть это речь не научная в полном смысле этого слова. То есть это речь, они говорят здесь, это именно как интервью, да? То есть это именно батл, да? Они высказывают различные суждения по тем или иным важнейшим в искусстве сейчас проблемам. Но, с другой стороны, конечно, есть и свои недостатки, потому что всегда подобные батлы, они значительно хуже структурированы, чем книга научная. Кому что проще. К тому же Фуко я пришел, например, через его лекции, записанные на пленочку, которые сейчас издаются в виде семинаров его. О, теперь, конечно, у меня, наверное, любимые все-таки его книги, это те книги, которые он сам оформил, как книги. Но, в общем-то, подступиться к нему я смог через семинары, через устную речь. Здесь это, опять же, то есть устная речь, для кого-то она проще. Книга называется «Суперкритика». Вот она была издана в 2010 году в оригинале, на английском. Хотя, поединок, это, по-моему, шестой даже год. У нас она издана вот сейчас совсем. То есть, вот прямо, на... А, еще в сентябре, октябре, ничего подобного не было. То есть, очевидно, ноябрь. Вот, издание. Так что, советую обратиться к литературе. Литература – это хорошая. По крайней мере, чтобы вы знали, какие книжки можно почитать, если хотите, хоть как-то поступиться к современной позиции в области искусства. Что? Есть современный взгляд на произведение искусства. Бадарьяр тоже это не так давно писано. Да, Бадарьяр все-таки умер в 21 веке. И измыслитель второй половины 20 века, он, наверное, все-таки самый простой. Самый просто читаемый футбол и библия, да, если вы попытаетесь разобраться с другими мыслителями, так просто у вас это не получится. Мы продолжаем изучать основные эстетические категории. И в прошлый раз мы с вами дошли до ключевого в истории Европы момента, да, это декарферский поворот в отношении субъекта. То есть знаменитая фраза, да, мысль, следовательно, существую, в которой мы определили, что никогда нельзя выяснить, какое из этих ощупленного «я» мысли, да, какое существует. Да, то есть вместо доказательства самоочевидности «я» декарт, в общем-то, показал невозможные доказательства «я» в принципе как такового. Да, выяснили, что на самом деле всем незаезженная фраза «когет и аргарсун» появляется достаточно поздно. Это авторский перевод французской фразы. Она звучит «je pense donc je suis», то есть получается «не существую, а есть». Это немножко не то же самое, да, мысль, следовательно, и есть. И вот эту формулу, это я вам даю ее же в диаграническом измерении, то есть временном развертывании. Лакан интерпретировал весьма забавно, так как получается расщепленное «я» одно мысли, следует, другое подтверждает факт существования иного. То есть мыслящая, несуществующая, и он ее разворачивает в двух векторах мысли, следовательно, не существую, существует, следовательно, не мысли. И из этой фразы, из этого принципиального раскола субъекта пополам, проистекает весьма специфическое явление, которое мы с вами определили как разделение акта и содержания высказываний. То есть впервые в истории акта и содержания высказываний открываются и больше не могут светиться, потому что действия отдельно, а слово «отдельно», означающее «отдельно», это отдельно «а». И, соответственно, более не играют роли бинарная оппозиция, потому что бинарная оппозиция, получается, заложена в самом любом означающем. То есть если до этого важнейшую роль в истории эстетики играла оппозиция, ну, например, прекрасного, безобразного, теперь она уже не работает, ибо и то, и другое включено в категории «прекрасного бомбинар». И в качестве основной, базовой, уже не оппозиции, а пары, ибо они не оппозиционные, выходит на свет прекрасное и возвышенное, с которым мы и будем по сей день работать, ибо вот в такой ситуации, в ситуации расширпленного субъекта мы пребываем по сей день. Ведь это наша современная ситуация. Ну, касательно разделения содержания и актовысказывания, в русскоязычном дискуссии есть достаточно мало работ, я посоветую одну, на мой взгляд, самую яркую, самую лаконичную, она просто блистательно решена. При том, что, так же, как и семинары Лакана, это устная речь. То есть это изданные именно лекции, снятые с аудиозаписи. Они просмотрены автором, там есть небольшие правки, я слышал и лекции, читал эту брошюру, там есть небольшие изменения, но они незначительные. В принципе, это устная речь. Совершенно потрясающий текст, который, не скажу проще, я вам проще и некуда даю. Но значительно более многогранно предлагает ту проблему, которую, я считаю, для всех, кто сейчас работает со словом, является самой важной. Это разделение актов и содержание рассказа. Это самая актуальная тема, которая сейчас будет вообще, в принципе, только у нас. Соответственно, дегавр у нас умирает ровно в середине 17 века, 1650 год. И обратите, понимание того, что в эстетику может быть включено нечто пугающее в качестве эстетизированного, чем и станет возвышенное, произойдет менее чем за 50 лет. То есть, это не именно следствие. В ремонт смысле этого слова. То есть, до этого никогда ничего подобного не было. И для этого нам придется перенестись с континентальной Европы, в Европу, в островную. И про все действие будет происходить в Великобритании или Англии. И первый наш персонаж, о котором мы сегодня будем говорить, это Джон Деннис. В каком-то смысле, ваш полу-лега, критик, отчасти публицист, даже вермотух, ибо тогда одно без другого достаточно редко могло существовать. Чем он примечательен? В конце 17-го столетия, а конкретно в 1693 году, Джон Деннис публикует материал, в котором описывает свои путешествия по Альфам. И если раньше, в принципе, всегда прекрасное было тем, что так или иначе согласуется с разумом. Это то, что он пишет, восторг, который согласуется с разумом. Это одно из чувств, которые посетили его, глядя на великолепные пейзажи Альф. Вот примерно вот такое можно было бы описать в категориях восторга, согласованного с разумом. Это в чистом виде прекрасное. Такого у нас было до этого миллион. Начиная с античной грехи. Но есть и нечто прямо противоположное. Что для нас-то является важным? Он говорит о том, что было иное чувство. Это то восхищение, которое смешивалось с ужасом, а иногда даже с отчаянием. Вот такого раньше не было. То есть ужас никогда восхищение не вызывал. То есть он не эстетизировался. Здесь идет эстетизация ужаса. И это и станет основой для появления категории возвышенного. Да и есть еще эти категории не пользователь. То есть слово он этого понятия не употребляет. Он лишь описывает то, что спустя шесть лет будет названо возвышенным. Повторю, слово возвышенное уже тогда существовало, но использовалось для величественного. То есть можно примерно так представить то, что видел Деннис в качестве ужасающего. Ужасающего, как эстетизированного. То, что будет нами называться возвышенным. Но если вы будете рядом находиться, то умо оно не может не испугаться. Следующая наша фигура, которая, собственно, уже оппозицию вводит. Хотя, повторюсь, это оппозиция не по типу взаимоисключения. То есть прекрасное и возвышенное, непрекрасное и безобразное. Прекрасное и безобразное, так эта оппозиция осталась. Возвышенное и изменно, так она и осталась. Просто, повторюсь, начиная с Декарта, они уже не работали. И в одно включено, в одно. Для кого? Следующая персона. Это Джозеф Аддисон. Аддисон, в данном случае, вообще, наверное, ваш прямой коллега. Это, во-первых, один из самых первых в истории журналистов. А во-вторых, самый грубый того времени журналист. Ну, с ним поспорить мог только, наверное, Деволт, автор Робинзона Круза. Кстати, Аддисон тоже был в то время весьма и весьма котирующийся, как творческая личность. Его трагедия «Катон» достаточно часто ставилась в начале этого 17-го столетия. Но он нам интересен не как драматург, не как поэт, не как публицист. Он нам интересен одной единственной своей эстетической статьей, в которой он высказывает следующую мысль. Он сравнивает возвышенное с беспредельным. А вот это очень важно. То есть, возвышенное уже не как величественное. Величественное – это просто нечто большое. А беспредельное – это то, что не может быть охвачено по его форме. То есть, самая святая святых эстетики, форма, да, то, что было положено во главу угла, в общем-то, растворяется в безграничности. Он также обращается к описанию «Альб» и говорит о том, что они наполняют разум приятным видом ужаса. Это, в общем-то, уже такая весьма смелая заявка по тем временам. То есть, мы видим, как ломается многовековая структура эстетической мысли. Ну вот, допустим, альпы, в которых можно наблюдать, возвышенное, как то, что невозможно охватить взглядом. То, что теряется в облаках, например, то, что теряется в снежной буре, и у которого уже нет очертаний, но именно вот это стирание очертаний и вызывает эстетический восторг. Причем экстатического типа. И возвышенное может не иметь формы. Но, как вы понимаете, лавина формы не имеет. Это просто то, что дало к динамике. Она вызывает определенные эстетические чувства. А если мы находимся на расстоянии, это именно эстетические чувства. То есть, ему понятно, что мы в нее попали, это чувство не эстетические. Чистый физиологический страх. Если не считать физических повреждениях, которые можно получить. Если мы соблюдаем, как вот сейчас на этом снимке, с расстояния, то это возвышенное. Однако это возвышенное, это любование тем, что формы не имеет. И, наконец, третья, самая главная в Британии фигура, мыслитель, который, в отличие от предшествующих двух, актуален полностью и сейчас. Это действительно уникальная фигура. Это Адмунберг. Он считается основателем идеологии консерватизма. То есть, это классический консерватор. Но ранние его работы являют скорее революционный потенциал, чем потенциал консерватизма. Но само название выворачивает эстетику с шиворот на выворот. То есть, такого названия раньше быть не могло. Знаете, в чем здесь проблема? Или не проблема? Или ее решение? С точки зрения, веркает, конечно, решение. Слово «наших». То есть, он утверждает, что прекрасные и возвышенные не существуют сами к себе. О чем спор был многие века. Многие века и прекрасное и возвышенное было где угодно. Оно было в идее, оно было в боге, оно было в предмете. Только его где не было. Его не было в наблюдающем. Белок говорит о том, что прекрасное и возвышенное – это определенный эффект. Это то, что есть в наблюдающем зоре. В самой лавине ничего возвышенного нет абсолютно. Возвышенное – это то чувство, которое она на нас оказывает. То чувство, которое нас вызывает. Тот эффект, который она на нас оказывает. Правда, для Белка прекрасные и возвышенные являются взаимоисключающими. Но это, опять же, весьма смелый и важный революционный жест, чтобы, наконец-то, их перестали отождествлять. То есть, сейчас мы так не считаем, но тогда это было очень нужно. Чтобы показать, что, в общем-то, это совсем разные вещи. Что никакие перемычки между ними невозможны. Ну, соответственно, если прекрасное может выражаться, допустим, в живописи, через чрезмерное высветление, чрезмерное затемнение, то есть даже работы типа Караваджо, где затемнение доведено до предела, и лишь маленький луч света может выхватывать фигуру, тем не менее, они прекрасны. Возвышенное же это где что свет, что тьма используются для стирания очертаний предметов. Это очень важное нововведение. То есть, получается, если для светоотеческой традиции то, что не имеет формы, это, собственно, ужасное. А то, что не имеет формы, и ужасное, оно не существует. То есть, то, что не дано в виде формы, его, в общем-то, просто нет. Оно растворяется, оно исчезает. Для Берка же как раз то, что не дано в виде формы, и относится к категории вожезвышенного, которую он очень часто сопрягает с ужасным. Хотя это иная эстетическая категория. Это ужасное, которое доставляет определенного рода восторг. Это вызывает у нас определенного рода восторг. Он пишет, что прекрасно может быть затемнено или подчеркнуто светом. Вы как раз видите работу Караваджо, где мы видим высветленную фигуру нарцисса и затемненную его же фигуру в отражении. И тем не менее, это никакой мере не мешает ей быть прекрасным. А возвышенное же это были бы скорее вот такие работы. Типа белое на белом, да, черного квадрата. То есть это принципиальная революция, принципиальное переосмысление прекрасного и возвышенного, которое имело важнейшим следствием философа уже континентального, которого вы все знаете обязательно, которого нельзя не знать, его звали Муилтан. И вот третья ключевая критика, посвящена как раз проблемам эстетики, это критика способностей суждения. Как видите, она по времени достаточно серьезно отстоит от работ Берка. Берка, который был в середине 18 века, это конец 18 века. Кант не противопоставляет прекрасное и возвышенное. И для того, чтобы понять, почему он это не делает, как это сделал Берк, и какие у этого основания, потому что прекрасное и возвышенное сейчас по-прежнему существует так или иначе в кантианском измерении, нужно знать, собственно, основной вклад Канта, то, что он делает в критике чистого разума, это его знаменитая антиномия чистого разума. Что это за антиномия? Он берет как раз пары противоположностей, которые были базовыми для метафизики его времени. Ну, например, такая идея, как начало. Есть ли у мира начало или его нет? И показывает, соответственно, что, в общем-то, можно весьма умело доказать, как одно, так и другое. После этого берет следующую проблему. Состоит ли все из простейших частиц или, наоборот, в мире не может быть ничего простого? И тоже показывает, что, в общем-то, можно доказать как одно, так и другое. После этого ставит еще одну важнейшую проблему в наличии свободы воли. Существует ли свобода? Или все подчинено только причинности? Ну и четвертое, понятно, речь идет о 18 веке, это проблема сущности, как он говорит, то есть проблема Бога. Если существует ли Бог, или его, в общем-то, нет. и показывает блистательным образом, что доказать можно как одно, так и другое, чем, в общем-то, все эти вопросы снимает. Все эти вопросы снимаются ввиду того, что они оказываются невозможными к решению. Значит, в общем-то, и ставить их бессмысленно. Таким образом, если Кант занимается, по сути, развенчанием противоположностей, то, в общем-то, понятно, что прекрасное и возвышенное, которое он вводит как основу основ эстетической мысли, противоположностей для него не должно быть. Прекрасное Кант определяет как чувство удовольствия, связанного со страхом. То есть, это уже не ужасно, да, ужасно, это все-таки эстетическая категория. Он просто соприкывает его со страхом. И обратите внимание, в 90-е же годы появляется весьма интересная фигура, может, даже чуть раньше, да, кошмар 81-го года Фюсли, но все равно конец 19-го века, то есть, оно со временно Канты. Канты. То есть, это живопись, которая начинает эстетизировать именно ужас. У Фюсли достаточно много подобных работ. Самая страшная из представленных фигур, как вы видите, это та, которая неявлена, та, которая за занавесом остается. И как раз это хорошо отсылает к идее бесформенного, о которой я уже говорил. то есть, страшно как раз. И этот карлик, да, страшнее, скорее, лошадь, которой мы не знаем, что дальше там с ней, может, там, только голова от лошади, да, и еще страшнее фигура, которая, в общем-то, неявлена совсем. Соответственно, прекрасное по канту связывается с формой объекта. Тут он ничем не отступает от своих предшественников, а возвышенное он не говорит о том, что оно обязательно бесформленное. Он говорит, что оно может быть представлено в бесформленном объекте, чего не может быть относительно прекрасна. То есть, они противоположно являются только по одному пункту, который не является центральным, для одного, точнее, для одного является центральным, для другого нет. Вот в чем важно. То есть, происходит сего рода смещение. Они не по прибору противопоставлены. Приведу цитату из канта. Прекрасное в природе относится к форме предмета, которая состоит в ограничении. Напротив, возвышенное может быть обнаружено и в бесформленном предмете, поскольку в нем или в связи с ним представляется безграничность, которой, тем не менее, премысливается ее потальностью. Таким образом, прекрасное служит по-видимому для изображения неопределенного понятия рассудка, возвышенное для такого же понятия разума. что касательно прекрасного по Канту? Кант говорит о том, что вообще эстетическое удовольствие у нас, эстетическое удовольствие от прекрасного в частности, это незаинтересованное удовольствие от представленного предмета. Ну, то есть, эстетическое это Это то удовольствие, которое мы получаем в незаинтересованном виде. Напомню, примерно то же самое высказывал Фома Аквинский о бескорыстном. То есть эстетическое – это бескорыстное созерцание. Сейчас это можно поставить под очень большие сомнения, начиная с психоанализа, начиная с 20-го столетия. Но на протяжении 120 лет, вплоть до выхода базовых работ Фрейда, а я бы сказал, до 650, потому что Фрейд этими вещами в меньшей степени занимался. Скорее, это уже нужно вести речь о Лакане, то есть в середине 20-го века. То есть, начиная с середины на 20-го века, всяческое желание, в том числе и желание, направленное на эстетизированный объект, оно будет, конечно, заинтересовано. Оно не может быть заинтересованным. Иначе мы просто не его смотреть не будем. Вам любой рекламный дизайнер это подтвердит. То есть, если никто не будет просто любоваться, чем бы это ни было, если его в этом ничего не привлекает. Что касательно прекрасного в позиции Канта? Кант весьма интересно вводит различия. Он говорит о том, что эстетично только то приятное, которое отсылает к отсутствующему объекту. То есть, например, сам по себе цветок, который мы сорвали, который можно понюхать, он не является прекрасным. То есть, этот опыт он называет приятным. Это сам по себе объект. В то время как изображение цветка, которое нельзя понюхать, нельзя подробно. Это изображение отсутствующего предмета. Это и является прекрасным с точки зрения Канта. Он вводит три различных категории возвышенного. Первое возвышенное – это математическое возвышенное. Я его именую грандиозное. Ибо чтобы нам было понятнее, что речь идет не о математике, речь идет о превозможении в размерах. Нечто сверхбольшое. Но в данном случае сам Канк приводит в качестве примера египетские пирамиды. Они производят впечатления, потому что они огромные. Если бы они были очень маленькие, то, в общем-то, они вряд ли бы производили какое-то впечатление, потому что это простейшая форма. Получается, в данном случае, если иронизировать, то туда может попасть вся книга Льгорода Биннеса. Ну, или, по крайней мере, тот блок, который относится к произведениям искусства. Самая большая статуя, самый большой статурок, самое большое здание и так далее. Самая высокая башня. Это будет производить именно математический эффект возвышенного, потому что оно больше, чем то, что можно было бы образить. Ну, оно крупнее. Следующая часть возвышенного, да, следующая его разновидность, она сопрягалась Кантом с динамикой, то есть силой. Получается, та сила, которая несоизмеримо превосходит нашу. Она внушает страх, но тут опять Кант ссылается на свой эстетический эффект, то, что страх внушает только наличие предмета, а если он отсутствует, то мы будем не страх чувствовать, а уважение к нему. На самом деле, там несколько раз происходят в работе эти подмены, то есть он все то говорит, что, в общем-то, изверляющийся вулкан это возвышенное, то говорит о том, что, в общем-то, если это именно не изображение, а сам предмет в удобности, то это, в общем-то, не эстетическая категория, это категория непосредственного страха. Ну, то есть вполне возможно, что это проблемы с переводом, я в ходу книги на немецком не читал, но, в общем-то, там такая нестыковка своего рода встречается. То, что эстетизируется то отсутствующий объект, то, в общем-то, приводится к примеру вполне объекта наличествующего. Ну, например, как пирамиды. Встреча идет не о гравюре с пирамидами, она навряд ли будет производить какое-то сильное впечатление. Речь идет о самих пирамидах, конечно же. А здесь же он опять ссылается на отсутствие, и говорит, что если нечто пугающее наличествует, то оно вызывает страх. Если нечто пугающее представлено в виде рассказа или изображения его, то оно вызывает уважение определенного рода, уважение к величию этой силы. И это и будет динамическая форма возвышенного. То есть то, что пугает свои силы. То есть если бы мы сейчас находились в этом маяке, в общем-то в этом ничего возвышенного в нем не абсолютно. А посмотреть на фото или на видео, в общем-то это и есть возвышенное, динамическое возвышенное. Кстати, именно оно получит наибольшее распространение, не математическое. Математическое в принципе не уходит далеко за пределы величества. Такую импуляцию могли бы понеслить. Относительно динамического возвышенного есть совершенно потрясающая кинолента и роман. Это два в одном, потому что и два шедевра. Это автокатастрофа. Это роман Джеймса Балларда, который тот же Багриях считал чуть ли не одной из ярчайших книг конца 20 века. И великий фильм Дэвида Громанда. Собственно, наверное, одна из самых важных кинолента. Где в мире, в котором уже фактически лечат все, где люди фактически не работают, то есть такое общество именно постисторическое, в котором по большому счету мы сейчас и находимся, человек начинает преклоняться и поклоняться тому, что может его уничтожить. А уничтожить его в этом мире может только автокатастрофа. И она начинает инициироваться, она начинает обыгрываться. То есть человек изо всех сил пытается в нее попасть. Потому что это и есть чувство вот этого возвышенного. То единственное чувство, чувство доведенное до предела, которое еще можно ощутить. Все остальное уже просто мертво. Советую посмотреть и прочесть. Книга с фильмом совсем в разной эстетике выдержана просто. Но прежде всего фильм. Фильм больше шедевра. Лично, на мой взгляд, это тот случай, когда экранизация превосходит фильма. Ну, все-таки Баллах, он очень хороший писатель, но это в принципе просто писатель фантаст. А Дэвид Кронингер как абсолютный классик со временем кинематографа. Здесь очевидна разница. И в общем, это редкий пример, который кинолента была показана на Каннском кинофестивале с дичайшим скандалом. И только то, что во главе жюри Копова дало возможность этой ренте получить хотя бы специальный приз. Специальный приз за смелость. Можете себе представить, что нужно снять, чтобы получить приз за смелость на Каннском кинофестивале? Где, в общем-то, никого кроме наркоманов, разбившихся семей, то, что вы знаете по классическому арт-хаусу, там, в общем-то, только это в основном и показали. Но этот фильм шокировал. И шокировал больше, чем антихрист три года. Самое важное надведение Канта относительно Лёгка, это то, что он говорит, что возвышенное и прекрасное, не антагонист. И он это доказывает следующим. И то, и другое, способно нравиться само по себе. То есть, у них есть совершенно определенное общее свойство. А значит, они не могут быть именно взаимосвучающими. То есть, прямо противоположные. Третий идеал возвышенного, это моральное возвышенное. Соответственно, это этический пример, да, или подвиг. Таким образом, Кант не просто вводит новую категорию, он ее детальнейшим образом структурирует, позволяя внутри нее тоже ориентироваться. Ну, и наверняка вам всем знакома фраза, фраза, которая как раз высказана в критике способности суждения, она актуальна и легитимна по сей день. Это возвышенное движет, прекрасное принято. То есть, достаточно ее запомнить, чтобы хорошо ориентироваться в современной эстетике. Если, конечно, понимать, что и каждый из этих слов знаешь. С исключением того, что в этих словах в каждом из них мало что понимая, да, в общем-то, сама по себе фраз достаточно структурирована. Доковор. Что такое пленит? Плен, а заметьте, в русском языке это очень хорошо выигрывается, да, то есть плен, это, в общем-то, заключение, да, это в том числе и оцелает, во-первых, к военным действиям, да, и к взятию в заключение, к скованности. Что есть этот самый плен? Это то, во что мы погружаемся, то, что дано сразу же. То есть, на самом деле, здесь речь идет о синхронном измерении времени, о блок остановки, о зависании. То есть, это очерченность формы во всех смыслах. То есть, форма не меняется, даже в условии времени, потому что время остановилось. Ну, в данном случае, вы можете представить себе любой, там, какой-нибудь красивый пейзаж, какую-нибудь картину, типа, Шишкина, и вы поймете, вот это прекрасно, оно дано в своей форме, это остановившееся время, которое нас завораживает, и которое мы воспринимаем именно, то есть, в наивысшей его форме восприятие происходит через остановку. Вот это и есть прекрасное его действие. То есть, Ракан улавливает очень-очень важную вещь. То, что это не просто вот это у нас вызывают ужасы от вращения, а вот это прекрасное, оно нас радует, он показывает, каким образом в нашем восприятии это происходит. прекрасно, это остановка, это синхронность, это плен. Возвышенное же, оно, как вы видите, движет. Что это за движение? Это, прежде всего, движение времени, то есть, диагроническое измерение, в отличие от синхронного данного. То есть, это отсутствие оформленной данности, то есть, движение, что такое движение? Это развитие, а развитие, это и есть отсутствие формы. Вот он, что улавливает. То есть, сама по себе эта же самая лавина в любой момент остановившегося время форму имеет. Но остановившаяся, она не производит, на самом деле, впечатление. Она производит впечатление даже на фото, потому что мы знаем, что оно движется. Вот в чем дело. То есть, возвышенное движение, это, например, буря на море, восприятие буря на море или изображение буря на море, потому что мы знаем, что это дано в динамике. Вот в чем дело. Мы считываем это как динамическое, как движение. Мы не останавливаемся. То есть, точки остановки нет. Происходит мощнейший через идентификацию с персонажем, естественно, сопереживание в движении. Например, если мы стоим и смотрим на корабль в шторм, это вот как раз и есть это самое возвышенное. Но заметьте, если мы находимся на этом корабле в шторм, это ужасно. Не ужасно, как эстетическая категория, а я бы сказал, что это ужасающе или страшно? Пугающе. Это просто как некий физиологический рефлекс, да, то есть вам нужно спасаться, выживать. В этом и есть принципиальное размежевание эстетической категории от страха и ужаса, который мы воспринимаем в мире. Это не то же самое. То есть люди, например, смотрят хорроры, фильмы ужасов, у них большое количество фанатов, они, естественно, в той или иной степени пойдут по возвышенному, как пугающее. Но мало кто бы захотел оказаться в ситуации хоррора. Это совсем не то же самое. Понимаете? То есть если пользоваться терминологией Дугина, то получится один это есть дионисийский дискурс, а другой киберический от богини Кибелы, богини, убивающей своих детей. То есть в одном случае экстатическое движение, в другом случае это просто страх ужаса и разрушение. Ну, повереду пример. Вот прекрасное, классическое. Это не значит, что прекрасное резко перестало существовать с момента появления возвышенного. Нет, запросто существует это по сей день. Картина представляет девушку, она дана полностью в зримой форме, а мы видим льющуюся воду, но на самом деле льется вода или не льется не имеет никакого значения. То есть то, что она дана в срезе, в синхронном измерении это и есть ее привлекательное свойство. Это целый ладоколома, на которую опирается эта картина. Она полностью нас погружает в себя, она останавливает время. Это прекрасно. Здесь нету конфликта, но нет движения. Возвышенное же в это же самое время у Фридриха в огромных количествах будет представлено. Что здесь возвышенного? Здесь не только то, что изображено по сути кладбище, погроз, а сам по себе собор уже не имеет формы, потому что он дан в динамике, он стареет и разрушается. не только картина сама затемнена настолько, что внизу фактически ничего не видно, на самом деле на самой картине это чуть-чуть посветлее, чем вы видите. Здесь смысл идет в том, что изображаются в огромных количествах руины, то есть то, что разрушается. То форму чего изначально, то есть этого грамма, мы восстановить уже не можем. Это не просто часть отвалившаяся, которую легко можно восстановить в памяти. Это та часть, по которой целый уже не восстанавливается. Вот в чем дело. И здесь мы как раз и приходим к эстетике романтизма, которая вплоть будет зависима от возвышенного именно прекрасного, в наименьшей степени представлено. Обычно то, что в романтизме у нас представлено в виде прекрасного, это либо Бидермейер, который одновременно существует, либо так называемый гласицизм 19 века, кто должен никуда не делаться. Классицизм, который в виде академизма и консерватизма, в общем-то, по большому счету и сейчас существует. Он тоже никуда не делался. Другое дело, что его позиции уже не те, которые были в 18-м столетиями. Так и вот, в данном случае Фридрих эксплуатирует именно динамическую форму возвышенного, то есть это сила времени представлена, которая вызывает в нас страх смерти. Вот на чем играет, на какой эмоции играет Фридрих в своих работах. на самом деле я привожу самый известный, то есть у него можно такого беспрецедентного количества найти. Да, раньше тоже что-то подобное найти можно было, но не в таких количествах. И еще одна. И еще. И еще. То есть там этого просто колоссальное о количестве. А, это еще выбирал, который посветлеет, ибо у нас есть проблема определенная сварьевка, да, если совсем затемнен, он просто как малерича будет, черный в кастре. Хотя он, конечно, возвышен, но в общем таких такого еще не делал. И на этом собственно основывается эстетика романтикства, которая связана с весьма интересной проблематикой. Я вам ее разберу так, как это делает Славой Жижик в своей книге «Чума фантазии». Славой Жижик известный очень философ, культуролог, как раз обращик блистательного анализа современных медиа, современного кинематографа, который активнейшим образом применяет методологию Лакана как раз в такой мысли, которая с одной стороны революционно яркая философская, с другой стороны в общем-то доступна для каждого. Жижика называют естественно иронично голызом современной философии. Так вот, что говорит Жижик? Жижик говорит о том, что трагедия в классицизме зиждилась, но на факте утраты. То есть то, что наличество, это значит чего присутствовала форма. Оно исчезает и отсутствие вот этого наличествующего и является фактом трагедии. В качестве музыкального аналога, возможно даже в каком-то смысле символа классицизма можно привести оперу Блюка «Ахфея Эвредика». То есть в данном случае наличество «Ахфея Эвредика» в том Эвредика исчезает. Да, оно умирает. И это и есть факт трагедии. После чего он спускается в Аид и в общем-то она исчезает там повторно уже в боевом и нет. Но как и положено в классическом офисе, в общем-то в конце ему ее вернуты. Но что в общем-то делало ее не трагедийно? Ну отсутствие совершенно конкретного человека, предмета или даже ситуации. Это все понятно. И на самом деле это и есть измерение прекрасного которое разрушается трагически. А относительно романтизма все происходит совершенно по-другому. И тут классический пример это знаменитый цикл Роберта Шумана «Любовь в порядке». В чем трагедия этого цикла? В конце этого локального цикла мы узнаем о том, что в общем-то возлюбленная главного героя она выходит замуж и в общем-то ему надеется больше поножить. Но проблема в отличие от Орфея в том, что у него ее никогда и не было. Там есть какие-то намерки на то, что он так или сяк проинтерпретировал какой-то ее взгляд, что в общем-то может быть ему можно надеяться на взаимность, а может быть ему просто так кажется, мы этого не знаем. Но то есть в данном случае речь идет о том, что утрачивается надежда на возможность заполнения пустоты. Утрачивается не что-то имеющее вору, а то, что вору и не имел. Вот в чем дело. Вот это и есть возвышенное. То есть в качестве фактора разрушения естественно и там и там мы имеем трагическое. Но в качестве самого самой надежды в одном случае эта надежда была связана с обретением, в другом случае она была связана с самой надеждой. То есть если в данном случае она замуж не вышла, то вполне возможно, что она и даром была принято. Можно же надеяться по-прежнему? До смерти можно надеяться на последний то есть получается здесь это утраты того, чего и не было. Вот в чем дело. Тут примеров миллион. «Алостор» и того же самого «Времени» Там в общем-то аналогичных произведений миллион. А весь романтизм на этом держится. то есть нерв романтизма держится как раз на ином тип утраты. На утрате и в общем-то того, чего и нет. А что происходит еще в это время? В это время начинается экспансия готического рассказа, ужаса в литературе. Если до этого он яски возникал, то возникал скорее в такой гротескной форме. либо в специфической литературе так скажем всякие дьяволы там они возникать могли в виде наставления. То есть в литературе исключительно богословского толка. То есть в качестве запугивания в общем-то не эстетизирующего всех. То есть в этой чертовщине ничего эстетизированного не было. а здесь происходит целый блок создается ключевых произведений где разрушение или вторжение чего-то ужасающего и народного именно эстетизируется. вы все знаете по крайней мере два этих произведения. Это туда же можно добавить и Дракулу Брэма Стокера туда же можно добавить и есть блок готических рассказов которые именно в это время пышным цветом расцветают то есть в 19 столетии. Ну и всем известны вещи типа страшной истории доктора Джекила и мистера Хайда Стеренца. То есть происходит наслаждение ужасно ужасная эстетизированность. Естественно в данном случае речь нужно вести скорее не эстетической категории ужасного а потом страхи наслаждения страхом которые мы описываем исключительно точно по возвышению. В принципе можно использовать всего две эстетических категории возвышенная и прекрасная. С определенной толикой опасения сюда же можно отнести и нео-готическую архитектуру. То есть дело в том что такая архитектура не исчерпывается своей формой. Возможно впервые. То есть эта форма как бы пытается воссоздать то что утрачено. И пытается она воссоздать не просто то что утрачено а то чего на самом деле как бы знали никогда и не было. Она воссоздает миф утраченного прошлого. я вам уже показывал эту постройку правда с одной стороны это Лох-Фай это как считается первый в истории нео-готический замок. Это середина 18 века. Как видите он в полном объеме воссоздает то что в общем-то можно было явно прописать в качестве литературного текста. Здесь с ним должны ассоциироваться призраки ведьмы рыцари. Здесь дело не в форме постройки. Она выражает нечто иное. А если она выходит за пределы своей формы то естественно она возвращает. Здесь так скажем ее эстетический эффект не задается в единовременности. От произведения искусства в данном случае от замка исходит определенная интенция которая ждет от нас реакции. Включимся мы в эту ситуацию игры со временем или нет. Она выходит за свои рамки. Любопытно что в эту же игру начинает играть религия. То есть в нео-готическом стиле строится большое количество церквей. В данном случае скорее всего это некая отсылка в век который считается веком утраты религиозности. Сначала Гейгер сказал что бог умер гибель никто не услышал потом Ницше то же самое сказал Ницше уже услышали естественно в это время церковь пытается воз создать воз производить такие постройки во времена которых якобы был его золотой веры когда в общем-то все верили когда были крестовые походы когда жили едем в общем-то все шло хорошо вот пример неоготических церквей я подобрал специально те которые в наибольшей степени отвечают нашим вопросам потому что неоготик в общем-то разное бывает бывают еще и псевдоготика которая вообще веселая особенно русская здесь это храм святой людмилы вот там это прага а это уэлси святого марка церковь и то и другое это у нас вторая половина вернее даже конец 19-го века 70-й и 90-й годы любопытно то что на самом деле начиная с 18-го или в большей степени даже 19-го века так как акт высказывания никогда не совпадает с содержанием и это уже начинают так или иначе предчувствовать это еще не рефлексируется то есть это не описывается впервые это начинают описывать лаком ну отчасти может быть фрейд скорее у него уже заднее число в метричестве можно декор тем не менее чувствовать это уже начинают и поэтому по большому счету так скажем прекрасного в искусстве становится все меньше и меньше то есть не потому что его не создают создают только в больших количествах а потому что в любом произведении прекрасного сама форма его восприятия расщепленным субъектом может быть двоято то есть мы можем в него погрузиться и попасть в этот самый плен который нам завещал Декарт а можем остаться со стороны взглянуть и отрефлексировать само наше погружение и в данном случае естественно само то произведение останется прекрасным а то чувство которое мы от него получим в общем-то прекрасно будет скорее по категории возвышенного потому что в общем-то сами понимаете каково я быть я достаточно страшно если вы с помощью произведения искусства любого будь то прекрасного или возвышенного этого замечаете то в общем-то это достаточно пугающее ощущение безусловно отличить прекрасное от возвышенного в произведении искусства не очень сложно особенность речи это 19 веке а не 20 но тот эффект который на вас окажет это произведение уже по большому счету не управляет а как вы помните избежка прекрасные возвышенные не само произведение а именно эффект та же самая картина это просто определенные краски положенные определенным образом ничего другого а музыкальное произведение это определенные колебания воздушной среды ничего иного то что мы воспринимаем как некую стороннюю конструкцию это в общем-то исключительно наши психологические факторы то есть раньше получается искусство прекрасного создавалось во многом для того чтобы именно препятствовать разрушению времени вот в чем дело классика архитектуры для архитектуры фигуры вообще одна из самых ключевых в принципе в истории это Андреа Палладио и его знаменитая Нила Радонда идеальная симметрия со всех сторон что в общем-то и говорит о синхронистическом измерении она дана сразу же и в данном случае почему появляется и закрепляется в истории искусства такой термин вечное произведение то есть абсолютная классика и так далее то что пытается сопротивляться времени то что остается неизменным целого века она все истекает все утекает а это остается и свидетельствует о том каково выложить и мыслить в ту эпоху все радикальнейшим образом меняется после Декарта и в 20 веке мы наблюдаем когда сам факт старения заранее замысливается в постройке то есть постройка должна отражать факт ее старения это Корбюзье не просто Корбюзье это в содружестве с Ярисом Ксенакисом одним из крупнейших композиторов второй половины 20 века который был в двух ипостасях тысячи крупных лет это знаменитый монастырь во Франции одна из поздних построек Корбюзье который выполнен полностью из бетона в эстетике брутализма и для Корбюзье бетон естественно обладает предсовершенным качеством он быстро стареет он постоянно изменяет свою окраску как он говорит что прекрасное оно нечеловечное то что мы видим в глянцевых журналах фотографий в общем таких людей не бывает это мертвый человек а человек это тот который стареет тот у которого есть морщины у которого есть определенные оседины или еще что то таким идеальным материалом который подчеркивает процессуальность то с чем боролись для Корбюзья становится бетон он дает микротрещины он постоянно изменяется в смысле его окраски и он изменяется необратимо это очень важно понятно то есть и в данном случае эти микротрещины никаким образом не влияют на прочность конструкции она железоведонная амарант все равно держит постройки корбюзи они прочные крепкие они ничуть не уступают постройкам предшествующих любом скорее но в отличие от предшествующего где пытались сохранить все вне изменности это то что подчеркивает процесс естественно архитектура понимаете это уникально почему потому что архитектура для архитектуры сложнее всего стать возвышенной вот в чем дело знаете там для литературы для живописи для поэзии там проблем ноль для музыки тем более для архитектуры которая связана с проблемой формы взримом обличье возвышенная это всегда проблема корбюзиё это блистательным образом решает через превращение постройку в процесс или например такие дома это относительно недавно они веншают они становятся ужасающими почему они ужасны на самом деле в принципе ничего уже ужасного если подходить объективно в этом стареющем бетоне нет наоборот красиво различные статистические или алиатурные элементы появляются почему это производит такое впечатление отталкивающее потому что оно не намекает на смерть а он намекает на необратимую силу времени а это как раз по-возвышенному идет вот что улавливает корбюзиё уникального возможностях своего гиброискусства архитектуры если постройка ставится быстрее чем ставится человек она показывает ускоряющуюся время она показывает его неумолимую силу а значит это демонстрация не слабость а совершенно уникального потенциала совершенно уникальной силы которая не представлена в этой постройке а значит это категория возвышенного его постройка целая не к себе а к себе вот чем она призывает впечатление вот что и тут нужно порассуждать на одну весьма интересную тему которую особенно активно эксплуатируют сейчас это проблема жизни и смерти которую пытаются решить очень забавным методом то есть такие мне выводы попадались сплошь выводы такие приводят очень многие люди в форумах на форумах а в общем то как вы поняли из прошлого нашего занятия зона публичной речи она очень она является лакмусовой бумажкой для общества то есть нужно не столько философов так читать нужно читать форумы читать блоги но читать их не в смысле включенность а в смысле реплексии а в смысле анализа что там происходит это важно дело в том что там приводится достаточно наивное решение проблемы смерти о том что в общем то смерти не существует по той простой причине что все и есть жизнь вот например там тело когда разрушается и зная в том что другое растет оно выделяет энергии определенное количество в общем то процесс жизни он бесконечен но значит в общем то беспокоиться особо не ничего потому что в общем то жизнь продолжается в этом есть одно ключевое момент который в общем то выпускается ключевой момент заключается в следующее что если мы понимаем жизнь как бесконечный процесс изменения а это правда это так и есть то мы являемся не тем что представляет жизнь а мы являемся агентами смерти почему потому что мы пытаемся сохраниться такими какие мы есть то есть распав нашего тела это и есть жизнь то есть мы выворачиваем переворачиваем местами эти понятия от этого происходит вся путаница потому что жизнь мы понимаем как изменения смерть как остановку этих изменений ну а когда мы говорим о человеке мы понимаем это прямо противоположным образом то есть он живой когда он сохраняет свою идентичность и он мертв когда он разлагается когда он перестает и более того часто даже применяют такое понятие что как типа человек умер еще до смерти то есть это что это значит это значит что он изменился относительно предшествующей своей идентичности он ей изменил там боролся допустим за права потом стал диким консерватором но как раз именно изменение и есть жизнь вот в чем дело а смерть это на самом деле сохранение чего бы то ни было внеизменности таким образом на самом деле если помыслить в таких категориях то возвышенное это и есть жизнь оно демонстрирует нам силу метаморфозы силу движения силу динамики которая выходит за наши зримые пределы во всех отношениях и оно началось раньше закончится позже чем мы а прекрасное там не случайно Кант употреблял слово плен оно в общем-то убивает это остановка это остановка символичная смерть только здесь нужно опять понимать какой смерть понятно что возвышенное как раз и демонстрирует нам страх смерти но страх смерти в обычном ее понимании а не страх смерти в понимании допустим того же самого Фрейда то есть если вы посмотрите у Фрейда что есть влечение к смерти это как раз попытка преодолеть развитие остановка то есть Фрейд в данном случае говорит примерно в тех же измерениях которым я это преподношу вам другое дело что эти работы читаются замечательно и понимаются наоборот потому что мы привыкли что смерть это разложение это труп труп это жизнь и вот мы метаморфозы его продолжаются более того оно становится значительно более стремительным чем тогда когда мы поддерживали свою идентичность когда мы пытались сохранить ее в неизменности то есть в данном случае Корбюзю абсолютно прав что самая человеческая постройка это как раз постройка которая ставится быстрее человека внешне она подчеркивает вот 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 форма должна была быть симметричной эстетичной она поддерживалась как были внеизменности ее приводили в порядок и так далее то есть их красили в общем то чтобы все показывала демонстрировала незыбленность господство человека над временем по крайней мере в акте творческом в акте воплощения произведения искусства совсем иное удовольствие демонстрирует нам даже не удовольствие а наслаждение это современные многие постройки которые прекрасны именно своим безобразностью они возвышены в полном смысле этого слова это те постройки которые в общем то целиком и по форме это сложно словить хотя многие из них возможно но они вызывают совсем умные чувства не чувства гармоничности а чувства некой тревоги например хрущевки например хрущевки хрущевки это самый эталонный образец возвышенного которые стали таковыми то есть это не в смысле шедевр архитектуры да а это такой же шедевр каким какой описывает Кант когда говорит о дури ну нечто стихийно ставшее воплощением идей возвышенного в общем в данном случае я вам показываю не хрущевку а действительно известную постройку у нас которая в общем то произвует ужасающее впечатление вот сейчас вы уж так не посмотрите его к сожалению покрасили вот это тоже о попытке закрыть замазать и здесь нужно развести еще два очень важных понятия это наслаждение и удовольствие которые очень часто будут дело в том что наслаждение по большому счету это развивание это выход за пределы то что в принципе можно было вполне назвать боль острый стыд боль другое дело что это боль может быть прочитана нашим мозгом как нечто приятное в данном случае наслаждение это всегда некая трансгрессия это выход за пределы и выйти за пределы слишком далеко на самом деле нельзя нас пусть порвет на кусочки вот что есть настоящие оно безгранично ибо нащупать эту границу нельзя эта граница лежит за пределами человеческого измерения но удовольствие же нечто прямо противоположное удовольствие это когда ни снаружи ни изнутри и вам в общем-то ничего не мешает это овощеподобное состояние где вас ничего не выводит из равновесия очень часто то с одним то с другим путают то что лакан именовал прибавочным наслаждением но представьте себе такую картину вы промерзли на улице хорошо так у вас перчаток не было вы заходите в темное помещение и вас начинают покалывать пальцы вот это прибавочное наслаждение почему потому что его пик в начале и оно идет на спад то есть это не нагнетение если бы тот же самый процесс шел в обратном порядке это было бы наслаждение и мы не знаем когда оно закончится скорее всего он закончится тем же что у вас руки отворятся но в обратном же порядке оно идет в сторону удовольствия в сторону абсолютного равновесия баланса внутреннего и внешнего и это и называют прибавочное наслаждение человек работает в сторону удовольствия к сожалению только петлей без охвата в сторону и назад и назад безусловно а к возвышенному относится наслаждение это то что вырывает за пределы то что движет в полном смысле слово второе же прекрасное оно конечно относится к удовольствию оно нас закрепляет оно нас пленит оно приковывает если это музыкальное то есть не полностью погружает в себя и погружает таким образом что именно ничего внешне и внутренне нас не волнует это тоже важно да очень понятно погрузиться можно и в хора это разные вещи в том случае это будет все таки очень возвышенно ну руины замка которые изображал в больших количествах Фридрих это конечно же очень возвышенно но то есть руины были и на самом деле то есть многие из них вписались с натуры но в общем то это не сильно возвышенно потому что это было давно то есть в принципе здесь не слишком улавливается вот это ужасающее быстрое поступь времени поэтому наиболее возвышенным становится то что подернуто тленом когда подернуто тленом что-то относительно новое и чем он уновить им лучше если что-то попадает в пределы жизни человека и оно уже полностью состарилось вот это производит наиболее сильный эффект возвышенного через страх смерти естественно через динамическую категорию возвышенного и интересно то что сейчас таким форумом он просто не счислав а вот это совсем маленькое видите тут эскалатор еще прошу подожди у меня эти тормозы я могу спокойно строить от поездов здесь вообще целый остров из мусора хотели просто заброшен заброшенные новые здания сюда живут отличнейшим образом понимаете там попеи это конечно здорово да руины попейские это возвышенно это замечательно это совершенно уникальный миг запечатленные динамики силы вулкана но еще эффектный припять там было давно а здесь было недавно особенно хорошо если было в пределах вашей жизни вот это еще лучше то есть чувство которое вызывает эти постройки это не ужасно хотя если вы туда придете вполне возможно что вы ощутите не ужасно а то есть просто реальный страх это уже возвышенно не будет но сами по себе эти изображения которые размножаются в интернет-сети с необозримым количеством они как раз показывают интерес к эмоции возвышенного потому что она есть эмоция наслаждения это где-то под барнаулом это где-то вот местный звук естественно как раз хрущевки и стали отличным примером архитектуры возвышенного клипа не потому что какой-то гений великий создал эти великие дома а потому что в общем-то они строились изначально как временные потому что настанет эпоха коммунизма у всех силы и так будет в достатке мессианское обетование такое и естественно эти дома составились значительно быстрее чем те люди которые в них жили они старели стремительнее и в общем-то мы сейчас тоже можем полно наблюдать то что если там человеку тридцать тридцать пять он считается еще молодым а седому тридцать пять человеку еще десять расходами избирать ну или по крайней мере если хотите можно сделать меньшие цифры если человеку восемнадцать он считается молодым а седому восемнадцать всякого еще тридцать это то что демонстрирует время в его совершенно всепоглощающей разрушающей форме зримо для нас и здесь архитектура в наименее выигрышной позиции архитектуре это показать сложнее всего однако способы есть вот так функционирует у нас прекрасная и возвышенная в архитектуре и в других видах искусства после декартовского переворота именно в такой ситуации мы его находим сейчас оно сплошь оно наверное даже отчасти господствует в искусстве в следующий раз я вам предложу анализ именно примеров прекрасного и возвышенного из разных видов искусства потому что именно это вам нужно будет сделать к вашему зачету вы будете подбирать произведения из разных видов искусства но прекрасное и возвышенное сделают их также в PowerPoint но не годятся те произведения которые я буду то же самое уже нельзя аналогичное брать тоже нужно думать потому что если я показываю что-то художника и говорю что это прекрасно в общем-то соседняя его картина уже может быть вполне возвышенная нужно понимать то что мы сегодня разобрали а не просто пользоваться методом скопировать и ставить такое очень часто подводят как вы уронили из нашей которая была посвящена учению вас леди дерридая то в общем-то копировать ставить никогда не вставляется то же самое вот сколько бы мы не вставляли в сотый раз этот сотый раз будет каждый раз в сотню раз отличаться от первого вот в чем повторение означающего невозможно никаким образом вы можете убедиться простым достаточно примером можете попросить записать на пленку какую-то смешную шутку или взять какую-то смешную репризу и слушать ее до дурения сначала вам будет смешно когда вы не слышали еще второй раз вам будет уже не так смешно в каком-то разу она начнет вас настолько бесить потому что вы вынуждены слушать то что уже десять раз послушали то есть чувство будет совсем другое но самое удивительное что через какое-то количество времени она снова вас начнет смешить но не тем же самым а он начнет смешить с самим фактом своего повторения фактом беспричинного повтора то есть каждый раз это будет чем-то другим на этом основано искусство минимализма искусство бесконечного повтора то что повтор как раз и невозможен вот в чем дело то есть когда повторов было мало мы это не считывали казалось что в общем-то там арки по типу уравновешенности правого и левого в архитектуре или в живописи академизма казалось что это нечто асиметрия что это нечто в общем-то такое повторение которое вызывает тождество структурирует целое мы уже начиная с кандинского мы знаем что то что находится справа и то что находится слева это не одно и то же его правая сильная сторона левшина наоборот хотя так культура все-таки правоцентрична то все-таки она будет справа базовая но есть и невестность сознательная до кого минимализм за который до бесконечности клонирует что-то одно демонстрирует что в общем-то каждый раз когда вы видите то же самое или слышите то же самое вы слышите уже не то же самое вот в чем дело и он и показывает вот эту вибрацию между прекрасным и возвышенным потому что вы все время будете замечать через это повторение то что это ваше я смещается оно находится то в виде воспринимающего то в виде воспринимающего как вы же это воспринимаете во втором случае оно будет возвышенное итак мы сегодня продолжаем разбираться с категориями прекрасного и возвышенного и так как у нас уже не за горами зачет он состоится 26 декабря но за неделю до этого вам нужно прислать мне на почту вашу презентацию вот электронный адрес можете списать и сфотографировать как вам удобнее и сейчас я вам приведу в качестве примера как раз сделанную такую презентацию ее я сделал специально для этой лекции чтобы показать как это должно выглядеть обязательно не забудьте подписать кто вы да чтоб я не гадал по вашему адресу вас много и направляете PowerPoint презентацию мне на электронный адрес как она должна выглядеть собственно она вполне лаконична времени она у вас займет на ее создание немного но по ее лаконичной форме в общем-то все будет понятно сразу же скажу так как я буду давать до нашего зачета вам как раз большое количество материала на эти категории в той или иной степени точное повторение из того что я буду давать невозможно да для вашей презентации а материал который будет очень похож на тот который я даю ну он будет в общем-то засчитываться ну на процентные котировки ваших баллов он будет влиять и в лучшую сторону да то есть естественно цель ваша показать что вы можете оригинально сами подойти к каким-то произведениям искусства и оценить что вот это-то точно соответствует категории прекрасного а вот это-то точно категории возвышенного принимаются произведения искусства двадцатого столетия желательно сопременно поехали архитектура вам не обязательно брать именно эти виды искусства да пять любых видов искусства одно прекрасное одно возвышенное кинематограф поэзия литература драма все что угодно абсолютно все что угодно это уже ваш вкус но их должно быть пять если вы приводите допустим в качестве аргумента стихи да это стихотворение то вы их целиком приводите в сканерию туда туда я сегодня этого не сделал ибо на проекторе это просто видно не будет да мелко какие-то стихи а в общем-то нужно будет именно так делать ну вот вы здесь видите на прекрасно я предлагаю здание метрополитон оперы здание на самом деле по-своему уникальное ибо это достаточно редкий пример когда в функционалистской такой архитектуре архитектуре типичной для двадцатого века той которая называлась интернациональным стилем появляются огромные арки то есть на самом деле это необычное и здание по-своему уникальное оно симметричное оно органичное оно эстетически совершенно в своей лапидарности ну вот волос Харрисом в принципе фигура весьма и весьма любопытная для американской архитектуры эта категория прекрасна в чистом виде мы видим точные формы и именно эти формы производят на нас эстетическое впечатление но в данном случае эти массивные гигантские арки в втором случае это у нас фрэнк олэн гэри здание которое башня на нижней манхэттене которая называется часто нью-йорка гэри здание которое в общем то вы видите его форма на данном фактической динамике мы видим как бы мущийся небоскреб совершенно уникальная постройка совершенно потрясающая и сами понимаете что с разных ракурсов будет казаться что она если мы будем его обходить что она действительно движется что это не просто раз и навсегда запечатленные отпечаток нечто вторгающегося в это здание но это будет действительно дано в процессе дано в динамике к сожалению не успеем точно на гэри лекцию выделить отдельную но вот видите есть весьма оригинальные решения в современной нам архитектуре не говоря один из не более наверное ярких представителей современной жизни следующее ну допустим романистика роман начала двадцатого века автора мыльчина тайная слава абсолютно точно идет по категории прекрасного и совсем другой роман да это алана рубрия проект эволюции в нью-йорке пультовое сочинение двадцатого века это роман без героя и без сюжета то есть понятно что отсутствие формы очерченной формы которой мы привыкли в жанре романа оно здесь растворяется это есть блистательная демонстрация именно категории возвышенного здесь это именно где есть герой у него есть своя история начала своя история где он прекращает свое существование то есть все очень красиво эстетично великолепный перевод в данном случае в данном издании как раз действительно очень неплохой роман из так скажем того что обычно не приводит в качестве основной литературы двадцатого века его вы там не найдете и тем не менее это очень хорошее произведение это же абсолютная классика но классика совсем его рода где само слово классика не очень корректно хотя это конечно классика живописное искусство ну в данном случае Джорджа О'Киев на выдающиеся художницы двадцатого столетия свет ириса мы видим цветок цветок увеличен в размерах и именно изгибы этого цветка и вызывают у нас эстетическое чувство так же как это было допустим с митрополитен оперой у Харриса цвет цвет форма и в общем-то вполне беспроблемный объект цветок понятно что за этим стоит глубокий психологизм но тем не менее ничего что бы позволяло отнести к возрушению здесь нет в то время как Джаспера Джонса Штора Тень мы сегодня разберем эту картину подробно один из главных шедевов двадцатого века это возвышенное в чистом виде почему вы убедитесь сегодня после моего анализа поэтому сейчас останавливаться на этом не буду но думаю очевидно что здесь нету формы ясной формы как таковой да что касательно поэзии ну я взял двух супер классиков второй половины двадцатого столетия она прекрасная даже не весь наверное цикл а из этого цикла конкретно стихотворение Боярошникова Ивана такое название есть и у отдельного стихотворения и у циклов которые он ходит это Шейма Асхини лауреат Нобелевки по литературе вот ну и второй автор вовсе надеюсь не нуждается в представлении да Эдсэнли Бэкетт стихотворение по ту сторону ну для Бэкетта в принципе характерна манера стирания да стирания границы стирания самого слова причем в самой манере его произнесения совершенно уникально да так слово по сути может устраниться на ее себя и музыка да двадцатого столетия вторую его половину ну она прекрасная отлично пойдет маленький триптик Свиридова одно из самых многоизвестных сочинений для оркестра опять же все четко все очерчено отсылки к пасторальной традиции то есть все ясно понятно да глубоко с точки зрения психологизма но в общем-то беспроблемно и не вызывает никакого никакой тревоги столь характерной для возвышенного и соответственно возвышенное мы опять же сегодня остановимся на этом произведении это 4.33 Джона Кейджа пьеса с которой в общем-то нет ни одного она вообще не стучит то есть это и есть чистое стирание в общем-то сегодня я если мы успеем разберу ее чуть подробнее потому что обычно ее понимают не параллельно обычно ее понимают как омолчание как пьеса в которой нет звуков на самом деле это не совсем так вот чистое молчание да это уже многоградно предварялось это не оно ну вот собственно так у вас должна выглядеть презентация как вы видите это в принципе не сложно просто требует предварительной подготовки которую мы в течение этого года этим собственно и занимаемся а теперь перейдем к нашим основным вопросом и если в прошлый раз я осветил историю становления прекрасного и возвышенного то в этот раз я постараюсь показать вам как примеры прекрасного и возвышенного на этот раз не в архитектуре вы в прошлый раз смотрели архитектуру и даже литературные произведения а сейчас я бы хотел это сделать на примере искусства живописи чтобы у вас было все-таки целокупное представление как эти категории представлены в искусстве для кого искать возвышенное в искусстве до 18 века абсолютно бессмысленно то есть его там установить можно только задним числом то есть нам сейчас может казаться что это возвышенное как вы помните первые упоминания о бесформенном ужасе доставляющим некое наслаждение относятся к самым последним годам 17 века и они были отнесены не в искусстве а к природе да к виду альфа первое определение современное определение возвышенного относятся к середине восемнадцатого века поэтому понятно что до восемнадцатого века искать нельзя на это будет то что называется анахронизмом когда мы соответствующие не в то время полезны дело в том что если вы помните то согласно Альберти одному из ключевых идеологов ренессанса прекрасно не то что красиво а прекрасно то что соразмерно то что пропорционально а это значит что прекрасная в общем то так скажем профанный взгляд не всегда сможет установить но для нас здесь важно нечто иное а то что все эти бесконечные усерновения в головы Иоанна крестителя мученичества святых деяния юдифи отрезающие голову Аллаферму и прочие библейские истории которые представлены в живописи Европы в огромных количествах тогда спокойно могли идти по категории прекрасного вот в чем дело потому что прекрасно не то что красиво а то что соразмерно и то что пропорционально безупречно выполнено мастером вот что считалось прекрасным да хотя естественно для нас сейчас изображение там где в море с младенцем это одно да а юдифи убивающие эфиры над другое но тогда это одинаково и скажу что по эмоциональному тонусу это попадало в одну эстетическую категорию прекрасного картина оценивалась по степени ее совершенства и по степени ее пропорциональности насколько здорово выстроил композицию художника вот в чем театр соответственно до бёрковско-хантовской концепции возвышенного разделения возвышенного и прекрасного искать в искусстве возвышенное бессмысленно я бы даже сказал что возвышенное появляется в конце только восемнадцатого века и первый наверное наиболее блистательный пример пример такой очевидный это творчество Горьи первый его период то есть период условно классический это конечно же прекрасное вы все эти картины знаете они в больших количествах имеются у него возвышенное же Горье представлено последними его черными знаменитые черные картины относящиеся уже к XIX веку и я две из них приведу в качестве примера на мой взгляд это эталонные образцы возвышенного впервые себя проявившего в искусстве в столь весомой манере ну колорус допустим если если применить анализу этой картины кантовский аппарат то можно сказать что здесь представлено объединение математического и динамического возвышенного мы видим совершенно огромную фигуру гиганта сама по себе она ввиду ее отношения к людям и представляет собой математическое возвышенное то есть она грандиозна и помимо этого она дана в динамике это колоссальная сила в данном случае простите за автологию колоссальная сила колосс и что есть этот колосс в данном случае не нужно думать что Гой решил побаловаться мифом в общем то мифами Гой особенно не пробавлялся это конечно же та сила которая управляет нами и управляет нами в общем то и по сей день что это может быть колосс гнева это может быть колосс патриотического фанатизма и так далее то есть таких колоссов не из числа и в них очень очень легко попасться есть колоссы которые выглядят и немножко посимпатичнее по типу того что Лакан называл Латузой в качестве продукта истины когда человек попадая в определенную модель высказывания речь у него начинает сразу литься красиво пластично и он в общем то вокруг уже сформировавшегося и замкнутого корпуса знания вот так плавает 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 оно тоже в соответствии гигантского колосса речь в данном случае льется плавно замечательно но ни к чему привести не может да она обогащается это тоже как колосс и вполне возможно что к этому колоссу подобного колосса тоже можно отнести если вы посмотрите такую киноленту Милоша Формана как приз таки Гои да в общем то таких колоссов вы там насчитаете немало хотя кинолента это реалистичная вообще один из блистательных примеров фильмов о деятелях искусства следующая работа Гои возможно еще более радикально решает проблему возвышенного это Сатурн пожирающий своего сына в данном случае это прежде всего конечно динамическая возвышенная да это страх смерти страх этой совершенно ужасной силы хотя отчасти можно перейти в математическом возвышенном и мы здесь видим насколько этот Сатурн крупнее фигуру которую он пожирает чем эта картина принципиально отличается от той обратите внимание здесь бесформенно не только изувеченное тело жертвы но и сам сатурн бесформен да он представляет собой некую аморфную массу это своего рода энтропия бесформенность которой в итоге приходит всякая форма это очень глубокий образ переосмысления смерти не просто смерть как некий конец предел это то к чему все в общем-то стремится к энтропии в таком случае возвышенное здесь представляется не только как пугающее но здесь возвышенное представленное как бесформенное о чем о чем настаивал в частности берк берканская концепция о том что прекрасное прекрасное любование формы да возвышенное может быть без формы наиболее ясно наиболее четко бесформенное возвышенное лучше всех и раньше всех притворил в своих работах такой художник как Уильям Тернах обратите внимание это еще первая половина девятнадцатого столетия фактически это уже абстрактная живопись что здесь мы видим там сворода некая воронка ликов душ красок неважно на самом деле что изображено непонятно что изображено важно то что оно динамично оно не имеет постоянной зафиксированной формы это некий вихрь и в этом смысле это эталонно воплощает динамическую форму возвышенного или вот такая работа наверное одна из самых интересных дождь пахт и скорость 44 год здесь представлена возвышенная сделанная руками человека это поезд как превозможение скоростей которые были до этого допустимы да в человеческом обществе и как превозможение тех сил которые человек оперировал до появления паровой машины на самом деле с поездами много что можно срезать и в частности о поездах очень много писал такой писатель как Стефан Горобинский совершенно уникальная фигура мы о нем поговорим на одном из следующих занятий в связи с категорией фантастического в частности советую прочесть хотя бы один его рассказ Чумазлай есть в сети он маленький совсем это всего несколько страниц текста вы поймете с одной стороны как принимались поезда в ту далекую от нас эпоху а во вторых в общем то это один из эталонных примеров категории фантастического о которой мы будем говорить в ближайшее время его иногда переводим как кочегав этот рассказ но в общем то лучше сохранить оригинальное название о чумазлай потому что речь идет не о чаде и еще один пример из Тернера следующий уже 45-й год это восход с морскими чудовищами в данном случае речь идет об эстетизации уродливого это очень красивая картина она вся залита светом она буквально сияет изнутри при этом на ней изображено нечто бесформенно ужасное это монстр это левиафан и в данном случае речь идет о каком то инаковом взгляде на мир это может быть мир сновидения но это может быть и мир глазами божества или напротив глазами Люцифера который в общем то дословно так и переводится как несущий свет картина буквально вся сияет изнутри такого мало кого удавалось художником воплотить сияние изнутри света картины Клод Лорен этим это представлено в отличие от Лорена который в общем то фигуративной живописи работал в живописи по сути практически абстрактным это бесформенное это бесформенное в чистом виде оно в равной степени ужасающе и прекрасно поэтому художник конечно абсолютно уникальный потому что представьте если вам покажут такую работу и вы никогда не сталкивались с Тернером маловероятно что вы предположите что он жил в первой половине девятнадцатого столетика то касается века двадцатого то в нем появляются новые формы возвышенного новую форму превозможение искусства и одним из ключевых здесь художников я бы назвал Джексона Поллока совершенно уникальная фигура человек который выводит искусство живописи на принципиально новый уровень живопись Поллока фиксирует сам процесс ее создания она выходит за пределы возможного а значит это тоже разрешено хотя несколько до Поллока как вы сами отлично понимаете любая картина демонстрировала нам окончательный результат процесс был неважен и процесс по ней прочесть было нельзя мы не знали сначала написал лицо художник потом он написал собачку внизу картина потом все остальное порядок его работы мог быть зачастую случайно мог писать картину в любом порядке Поллок создает свою картину таким образом что сам процесс становится тем действием которое зафиксировано на полотне то есть эти картины можно отмотать назад можно точно воскресить в каком порядке они создавались более того есть даже целый ряд инсталляций в которых сначала появляется чистый холст и потом на них постепенно рождаются линия за линией картины Поллока потому что воскресить это возможно благодаря изобретенной им уникальной новой технике это техника брызгания краской палочкой или кистью на лежащий холст на полу очень многие считают что в данном случае это абсолютно случайная живопись это в общем-то не имеет никакого отношения к искусству но в общем-то это опровергнуть очень просто это как раз искусство по преимуществу дело в том что ну допустим что делает в данном случае художник неужели вы думаете что художник например не контролирует свой жест естественно он его контролирует нам в случае это по большому счету это искусство живописи соединенные с искусством валета навряд ли кому-то придет в голову что валерун просто как жук в которого ученых втыкают угол просто дергается по принципу условных рефлексов инстинктов нет естественно это все продумано и отработано и здесь художник действительно наносит эти линии наносит их в совершенно определенном порядке их нельзя нанести вот эту раньше а потом другую позже это все будет оставаться на картине и картина фиксирует сам процесс ее создания то есть конечный результат уникален тем что это не просто фантастически красиво а картина полу фантастически красиво это уникально еще тем что мы видим в каком порядке это создавалось то чего никогда в истории живописи не существовало и по большому счету никто просто его повторить не смог хотя в этой технике работали многие а второе доказательство дело в том что полок работал в своем домике загородном на полу и естественно когда он бросает эти линии краски а вы видите здесь что в общем то он это делает далеко не всегда императивным жестом это иногда медленное поливание вполне контролируемое в каком-то смысле даже не профессионалом я не говорю о том что не профессионал сделать видео в общем то контролировать медленно льющуюся краску не так то сложно да вот краски когда он делал императивный жест часто вылетали за пределы холста так это подразумевалось некий выход за если вы посмотрите на картину полноха это абсолютно шедевры это совершенно гениальная жизнь если вы посмотрите на пол в его домике где он это все делал где в случайном порядке вокруг холста краска вылетала в общем то уже бесконтрольная то в общем то это обычная малярная мастерская если одно сравним с другим вы поймете что вот это так контролировалось а вот это действительно случайно вот пол в уловике живописным произведением не является ни разу в то время как его картины являются действительно абсолютно шедеврами и вполне правомочно занимают одну из самых пиковых ценовых котировок в студии живописи это очень хорошо ну вот одна из его работ 52 года конвергенция да в данном случае конвергенция это процесс сближения повод удается произвести действительно сближение сближение его творческого процесса с нами находящимися от него на расстоянии более чем полу сотни лет а тем не менее мы сопричастны процессу создание этого полотна это абсолютно уникально то есть мы можем видеть как оно создавалось чего мы не могли никогда до этого то есть искусство живописи перестает быть искусством зафиксированного момента является искусством зафиксированного достаточно длительного процесса уж сколько он нарисовал сколько писалась эта картина известна только автору как вы видите огромное количество нанесенных людей оно просто колоссально и тем не менее теперь можно отмотать отыграть глаза если будет интерес то вы можете поискать в интернет-сети есть весьма любопытные инсталляции в которых эти картины как бы из ничего рождается линия за линией они наносятся на чистый восток второй же художник который тоже смог превозмочь саму природу живописи как каковой этим естественно все его творчество идет по категории возвышенного был выход сам из царской россии его звали маку ротка также как и полог это один из самых крупных живописцев двадцатого столетия но его конечный результат несколько иной если пологу удается зафиксировать в картине процесс ее создания то ротка удается оживить самую картину это движущиеся картины при том что он работает просто с обычной краской просто с обычным холстом там еще речи не шла даже о мультимедиа хотя в каком-то смысле это мультимедиа уже искусство амор движется для этого ему приходится пользоваться всем арсеналом живописной техники ротка это в полном смысле слова мастер кисти уровня Леонардо и Вилли только этим двум художникам удавалась такая техника лисировки как он владел ротка и что есть эта самая лисировка и что за картина картины его огромная он их дел создавал следующим образом маленькой маленькой кисточкой такие картины писались не малярной малярной кистью маленькой маленькой кисточкой слой за слоем наносятся маленькие мозги полупрозрачной краски в итоге происходит следующее так как эта краска застывает и она полупрозрачна когда мы смотрим на эти цветовые пятна где бы мы ни стояли даже не обязательно ходить у нас глаза все время вибрировать мы это знаем долго начинаете на нее смотреть и она начинает оживать у вас зрение все время начинает попадать на разные слои и она начинает вибрировать в полном смысле этого слова это самое сильное впечатление от живописи которую я видел вживую вообще в принципе благо дела относительно недавно в Москву привозили большой блог очень важно картин ротка и я пришел на эту выставку к ее открытию и ушел когда меня она попросила а там было всего картин 12 то есть самое забавное то есть у меня не было сверхзадачи стоять и везде не смотреть на эту картину время исчезло то есть я не заметил как она прошла там не было сканеер чтобы посидеть там не было фея понимаете это впечатление абсолютно фантастическое живое это действительно выход за пределы пол вот это искусство возвышенного его наверное высшей манифестации в общем то как вы понимаете на компьютере всей прелести невозможно невозможно к сожалению даже на видеозаписи этих картин огромные полотна вы видели за спиной художника какие они по размеру создаются маленькой маленькой кистью это не однотонная краска это краска все время чуть-чуть разного оттенка наложена большим количеством полупрозрачным слоем естественно такая картина создавалась в течение миллиардов часов это какие-то миллиард большого количества часов ну вот вы видите тоже по соотношению по пропорции с человеком это очень большие работы и это живопись по преимуществу если основным эффектом воздействия живописи на нас является цвет то это оживший цвет и это конечно уникально абсолютно но следующая форма как возвышенная представлена в искусстве 20 века это концептуальное искусство концептуальное искусство по преимуществу конечно же относится к категории возвышенного так как оно не представлено полностью в самой форме объекта тот концепт который прилагается к объекту тот концепт который мы должны считать и является по большому счету собственным произведением а не то что выставлено поэтому он выходит за пределы формальных ограничений представленного в общем-то авто объекта я покажу только один и нет два примера просто они сильно разные и один из них принадлежит Роберту Раушенбергу это четвертый рисунок велье велье водополинга работа 53-го года понятно если мы видели это в качестве просто чистого холста то конечно можно было бы это прочесть по-возвышенному но можно было бы и в принципе не относить к произведению искусства здесь же одно имя является Роберт Раушенберг купил велье водополинга картину и аккуратненько аккуратненько ее стер с холста и выставил в картинной галерее вот этот чистый холст который не является просто чистым холстом он является отсутствием нарисованной там картины велье мады книг одного из крупнейших художников в данном случае это и есть одна из форм того самого следа который мы с вами проходили это чистая форма фиксации отсутствия сам пусигахоз на котором ничего не нарисовано не является отсутствием он является потенциальностью это не потенциальность это как раз исчезнувшая картина юльяма декулинта то есть раньше на самом деле примеры исчезновения живописи до миллион заказали леонардо господине леонардо расписывать естественно там сбивались картины фрески предшествующих мастеров предшествующих мастеров эпохи это тоже были очень крупные мастера которые до нас естественно не дожили то есть там была замена одного другим то же самое мы знаем что каждая эпоха предшествующая последующая отрицает предшествующих там романтизм отрицал и так далее там это было выражено в виде отрицания да то есть попытка заместить заместить в картинных галереях новыми картинами да заместить в концертных залах новой музыкой и так далее здесь же речь идет о демонстрации отсутствия он не замещает это ничем он фиксирует арт стирания это на самом деле абсолютно уникально и в какой-то степени соотносится с созданной наруж ранее музыкальной пьесой Джона Кейджи 4.23 на самом деле я не случайно заговорил о Джоне Кейдже дело в том что и Роберт Раушенберг и Джон Кейдж работали в труппе Мерса Каннингема это основатель постплатонистского балета одна из таких крупнейших фигур авангардного балета не классического балета и Раушенберг оформлял эти спектакли постановки у Каннингена а Кейдж соответственно создавал музыку для этих постановок и поэтому они были очень хорошо знакомы в 1952 году Джон Кейдж создает свою композицию 4.23 которую превратно понимают тоже как факт молчания это пьеса которая длится 4 минуты 33 секунды она написана в трех частях то есть она имеет чистый лист бумаги на котором ей указано что три части есть и в общем то в течении 4 минут 33 секунды не звучит ничего многие это понимают как акт молчания хотя на самом деле интерпретировать это так нельзя потому что молчаливые партитуры до этого уже использовались они возникали в 19 веке а потом такой художник как Казимир Малевич автор знаменитого черного квадрата также предлагал свою роду музыкальную версию черного квадрата он говорил что цель музыки это безмолвие то есть черный квадрат можно исполнить на любом музыкальном инструменте просто не играем в случае с Кейджем совершенно иная форма дело в том что Кейдж не пишет о том что не должно производиться никаких звуков он говорит о том что звуками этой пьесы являются те звуки которые непроизвольно будут возникать в зале при ее исполнении то есть например бурное негодование публики или неожиданно за окнами зазвучавшая сигнализация автомобиля как я присутствовал на одном из исполнений там было именно так вот то есть это и является фактом музыкального произведения то есть он устанавливает только рамку он демонстрирует то что именно акт этой рамки строго лимитированный границами ну кейджи это 433 случайно такое название и является на данном случае музыкальным а в принципе произведением искусства в принципе что делает означающее как таковое то есть любое слово если совсем упрощать хотя означающее не совсем слово оно отделяет это слово от всех и прочих означающее само в себе я уже разбирал этот пример с богатым и бедным то есть сам по себе богатый бедный не знавает ничего но богатым отделяет нас от бедного от богатого то есть это рамочка отделяющая одно от другого вот что делает означающее то же самое делает произведение искусства это рамка которая позволяет отделить произведение искусства от мер произведения искусства Именно эта рамка устанавливается Джоном Кейджем ввиду временных границ, то есть 4.23. Это, естественно, тоже искусство возвышенного в чистой его форме. То есть, с одной стороны, форму, безусловно, имеет, именно ее он констатирует, но эта сама по себе форма абсолютно оказывается алиаторной, абсолютно случайной, ибо в зале могут возникнуть любые звуки. Когда мы наконец-то погружаемся в молчание, звуки от случайно поскрипывающих стульев, от поскрипывающего паркета, то есть любые, да, неожиданно там сработавшие рядом сирены, сигнализации или чего-то не было еще. И другой пример концептуализма из области искусства, которого можно было назвать живописным, хотя это уже не совсем, это знаменитый один и три стула Джозефа Кошута. Кошут наш современник, и в данном случае это произведение, которое представлено в виде подлинного стула, его фотокопии и его описания. В данном случае, знаете, это не триптиф, это тот случай, когда произведение искусства не представлено в виде единства. Это единство образуется только у нас в голове. Это вынесение произведения искусства за его формальные границы. Естественно, это тоже возвышенное. В данном случае это манифест концептуализма, то что искусство, он путь, искусство не в объекте. И естественно, в данном случае, даже несмотря на то, что этот стул, в общем-то, вполне эстетично корректен, он не безобразен, тем не менее, пойдет это у нас исключительно по возвышению. Можно было даже самый-самый прекрасный стул на свете поставить, и все равно бы это пошло по возвышению. Ибо эти тексты, фотокопия и, собственно, арт-объекты, они не смыкаются в единое. Оно с неизбежностью отсылает к чему-то четвертому, чем является сознание воспринимающего. Где еще представлено возвышенное? Возвышенное можно найти, например, во многих образцах такого направления второй половины 20-го столетия, как поп-арт. В частности, это Уэйди Орхол, одна из самых его известных, один из самых его дорогих известных циклов «Вымирающие виды». Ну вот как-то так это было соотношение с человеком, они крупные. 83-го года работа, работа с детективной историей ее похищения и последующего возвращения. Ну вот остановимся хотя бы на одной из них. Там это не одна сверушка, да, их 10. 10 шелкографий, шелкография это у нас трафаретная печать, которые изображают редкие, вымирающие виды животных. Один из самых гуманистических циклов у Орхола, обычно у Орхола отождествляют с низверганием всех традиций, здесь, в общем-то, ему что-то прям противоположное веке. Однако техника у Орхола здесь сохраняется в полном объяве. Здесь за основу взяты фотографии этих животных. Посредством трафаретной печати они запечатлены на картинках, после чего Орхол раскрашивает эти шелкографии, во-первых, в очень дикие, яркие тона, а то есть, что самое важное, все вот эти линии не точно соответствуют аналогичным там вот усам, носу, глазам животного, а смещены все время в разные стороны. Ну, что это, в общем-то, нам дает? А дает нам это для интерпретации очень многое. Здесь изображен, опять же, тот же самый дилетеранский след. Это отсутствие животного. Это животное, от которого, то есть, фотография, что такое? Это реальный образ, да? Это образ, взятый с настоящего, существующего зверя. Это образ, оставшийся в нашей фантазии. Он размывается, он исчезает буквально у нас на глазах. То есть, фотография смывается самим актом прорисовывания ее по полотну. Вот в чем дело. То есть, мы едем, и за картиной Орхова мы уже фактически не можем разглядеть остатки, то есть, то, что было воспроизведено в качестве фута. Так, действительно, вымирающие животные в полном смысле этого слова. И вот этот ужасающий акт исчезновения буквально на наших глазах усилен тем, что все эти животные представлены в виде портрета. Это портретный жанр. Понимаете? Мы привыкли, что анималисты изображают зверя чаще всего все-таки целиком. А здесь большинство этих портретов зверей решено именно в портретном жанре. Вот это тоже уникально. Это миф, это легенда, это та зверушка, которую мы можем посмотреть по теле. Но, в общем-то, это не реальный зверь. Реальный зверь уже исчезает. Он исчезает из наших глаз. И, наконец, мы подобрались, собственно, к Джасперу Джонсу, к его картине «Штора. Тень». Вот так это выглядит по соотношению с человеком. То есть она не очень большая. И здесь просто очень хорошо видно, что на самом деле это не совсем картина. То есть там есть холст, на который прикреплена обычная вломная штора, которая и расписана. Видите, да? Вот эта вломная штора, вот ее окончание, а вот окончание холста. Я позволю себе зачитать фрагмент из своей книги, где дам анализ этого произведения. И мне кажется, что я там это высказал достаточно лаконично и наиболее точно. Эта картина называется «Штора. Тень». Картина представляет собой настоящую расписанную красками рулонную штору, которая закрывает большую часть холста. На первый взгляд, кажется, идея полотна очевидна. Грязная штора скрывает от нас подлинную реальность. То, что должно было бы быть видно на холсте за шторой. Но на самом деле работа Джонса значительно глубже. Если присмотреться к краям холста, которые свободны от шторы, то можно обнаружить, что штора ничего не скрывает от нас, так как на холсте изображено то же самое. Картина «Штора. Тень» воплощает собой, с одной стороны, идеальную критику абскурантизма, с другой же, учит нас расставаться с иллюзиями и видеть то, что есть. Настоящий абскурантизм – это не сокрытие чего-либо, но, напротив, возникновение иллюзии того, что от нас что-то скрывали. Там, где скрывать просто нечего. Сюда можно отнести все современные мифы о неимоверных ресурсах человеческого разума, о том, что миром правят иллюминаты и прочие сказки про жидомасонские заговоры, мировое правительство и так далее. Человек сам рад вывесить перед собой штору иллюзии, рад верить даже в то, что мир страшный и неведомым мусилой сознательно ведут к разрушению, лишь бы не видеть, что скрывать просто нечего, и никто ничего не скрывает. Человек отказывается верить, что ни наверху, ни внизу никто не знает, что происходит, и никто этих процессов не контролирует, потому что никто не знает, как их контролировать. Страшные мифы о заговорах и о лжи правительства, красивые мифы о сказочных богатствах бесконечных ресурсов человеческого мозга – это всего лишь ровная штора, которая прячет от нас самое страшное – реальное. То, что нельзя переварить или усвоить. Горькую правду, свидетельствующую, что лишь видимая и переживаемая нами и есть наша жизнь, и ничего другого у нас нет и навряд ли будет. Популярные киноленты в роде «Область тьмы» и «Иллюзии» выражают общераспространенный миф о том, что мы используем лишь часть своего мозга. Однако изыскание ведущего специалиста в области философии сознания Дэниела Дэнета свидетельствует об обратном. Мы используем наш мозг ровно настолько, насколько это возможно. Никаким боковым зрением мы не замечаем все многообразие мира вокруг нас и практически ничего не помним из того, что сознательно не запоминали. То, что некая великая тайна сокрыта в нас – это лишь миф. Тайны нет. За шторой – то же самое, что и на самой шторе. А миф о неполностью используемом человеке мозге создан именно этим самым человеческим мозгом, который, как это ни печально, использовался для этого на все 100%. Соответственно, абсолютно уникальная картина, абсолютно уникальное. Полотно, как и большинство работ Джонса. Джонс – наш современник, художник, в том числе и 21-го века. И безусловно, эта картина относится к категории возвышенного. И еще один наш современник – это Ансель Кифер. В данном случае, это огромная, как вы видите, картина. Но большой железный флор Германии. Ну, мало того, что… Ну, ничего, даже скажем так, не понимая из того, что изображено на картине, я имею в виду в смысле фигуры, здесь нет отчерченной формы. Это и так бы отнесло ее к возвышенному. Но это и не совсем картина. Кифер работает всегда с столь большим количеством краски, что они становятся действительно объемными. Вот мое фото, картина с… Не знаю, насколько вам видно. Если вот так поверну, может быть, будет видно чуть лучше. Это прямо куски краски, пласты краски, которые тоже создают своего рода иллюзию движущегося полотна, потому что эта краска насколько объемно положена, что она уже начинает элементарно день образовать. То есть, с разных ракурсов она, конечно, выглядит по-разному. И еще один художник второй половины 20-го столетия – это Геоха Базелец. В данном случае мы имеем не просто выходящие за всяческие пределы бульства цвета, красок, но это еще и перевернутый мир. Для Базельца характерно именно перевернутый мир. На этой картине вы видите бутылку, она вообще стоит на самом деле на столе вполне нормально. А здесь вы видите орла сидящие. Но для этого придется картину перевернуть, чтобы вы его действительно увидели. Это огромные работы, они очень агрессивны, они буквально вырываются за пределы холста, и, конечно, это тоже образец возвышенного искусства. Что касательно прекрасного? На самом деле могло сложиться у вас превратное представление, что прекрасное неожиданно исчезло. Нет, его полно, его очень много. Я просто акцентировал свое внимание именно на работах возвышенного. Что касательно прекрасного, то... Ну вот, Базелец еще, да, поближе, чтобы доводили на... И поехали по-прекрасному. Вот, конец 19-го века, в частности, работа Ван Гога, ночная терраса, кафе. В России вы все знаете Шишек Мишкина и Мишек Шишкина, да, там этого очень много. Без такая очень яркая, очень эффектная, беспроблемная живопись, где природа изображается, астрология идиллия, да, некая, четкие контуры, четкие границы, да, и по большому счету все реалистическое направление в российском искусстве в большинстве своем тоже можно отнести прекрасно. Еще один художник, его опыт, да, тоже конец 19-го века, Поль Сезан, несмотря на его революционные, так же, как и Гогеновские, новшества в живописном искусстве, тем не менее, большая часть их работ идет по категории прекрасного, ибо мы наслаждаемся эстетикой формы. Здесь это преслобутая гора Святой Виктории, кое-то вдохновлял этого живописца. Что касательно искусства 20-го века, то хотел бы иллюстрировать несколько, так скажем, отчасти необычных примеров. И первой, чтобы предотвратить вашу ошибку, это будет Мондриан. Дело в том, что очень многие считают, что все абстрактное искусство идет по категории возвышенного. Не разу. Понимаете? Что производит на нас столь сильное впечатление в работах Мондриана? Почему это величайший художник? Потому что он вообще, по большому счету, пользуется отношением к искусству еще и бертирским. Это формы и простейшие цвета, да, три основных цвета, которые используются им именно в выделенных пропорциях. Мы получаем эстетическое наслаждение от цвета, очерченные формы, представленных в идеальной пропорции. Это прекрасное в чистое. Здесь возвышенного не разу нет. В то время, как красный квадрат Малевича, безусловно, будет по-возвышенному. Это совсем разные посылы. И действует на нас, на самом деле, это искусство по-разному. Если будет немножко обладать саморефлексией, то, в общем-то, вы это заметите. Когда вы смотрите на Мандриана и когда вы смотрите на Малевича, воспринимаете совершенно по-разному. Ничего общего в этих картинках нет. Другое же искусство, искусство прекрасного, это наш современник, это Ральф Боингс. Это один из лидеров фотореализма. Это тоже искусство прекрасного. В данном случае, помните, Кант писал о том, что прекрасно, когда изображается некая, в общем-то, замечательная, но отсутствующая вещь. Если мы просто пришли в эту столовую, то, в общем-то, ничего в этом прекрасного не было. Если мы были голодные и там хорошо готовили, это бы Кант назвал приятно. Это было приятно. Здесь речь идет об опыте прекрасного. Как работают художники-фотореалисты? Любопытно, но их техника очень похожа на Охронскую. Хотя результат прямо противоположный. они берут фотографии, то есть они находят идеальный кадр, то есть понятно, что фотоснимок иржи, то есть они находят ракурс, они делают фотокадр с помощью проектора, вот как мы сейчас транслируют этот фотокадр на холст и полностью размечают холст. После этого создается картина, но в этой картине многие моменты утрируются таким образом, что если сопоставить картины фотореалистов и фотографии, которая для них использовалась, более реалистична кажется картина. Дело в том, что наше зрение и то, как воспринимает мир объектив фотоаппарата, в общем-то понятно, что невозличен. Фотоаппарата элементарно баке есть и так далее, многие вещи, которые специфичны для оптики. И самое главное, что фотоаппарат пользуется стеклом, все-таки. Навряд ли кто-то будет ставить в фотоаппарат дорогущие линзы из горного хрусталя, которые используются для космической техники. Понятно, что там будет средоподпускаемый совсем толка, но представляю, сколько эта техника будет стоить. Но самое главное даже не это, а то, что мы воспринимаем мир, так скажем, акцентируя какие-то отдельные моменты. Почему? Потому что наш взгляд не фиксирует все сразу же, он по нему бегает. И остановленный момент, это момент концентрации на какой-то маленькой крошечной точке, которая должна быть более реалистичной чем все окружающее. Этого и добиваются художники фотореалисты или гиперреалисты, как их называют еще, но смысл не в том, не в той сложной технологии, которую я описал, не в том уникальном эффекте, который они производят, а в том, что воздействуют они на нас именно по принципу, который типичен для прекрасного. Это исчезновение, то есть не исчезновение, демонстрация в общем-то отсутствующего объекта. Он кажется таким замечательным, таким более даже чудесным, чем он был на самом деле. Это не очень большие картины, вот одна из самых известных его работ Горниса. В данном случае это закусочная у Надилова 1977 года работа. Вы видите, насколько детально прописано отражение. оно усиленно на фотоснимке такого не будет. В то время, как задний план чуть-чуть замазан, как будто бы человек чуть-чуть близорогий. Эффект от таких картин живую совершенно потрясающий, потому что они более реалистичны, чем фото. И повторюсь, тем не менее, это просто категория прекрасного, потому что здесь нет ничего выходящего за пределы эстетизации формы. Я бы даже сказал, здесь эстетизация формы доходит до ее пика. Это чистое наслаждение формы. Это чистое любование вещью, то любование именно эстетическое, которое невозможно даже от самой вещи. Вот в чем дело. То есть, мы возьмем, придем в эту саму закусочную, то, в общем-то, будет и человек не такой. вот в чем дело. И, наконец, возможно, самое важное, это смежные примеры. Примеры пересечения возвышенного и прекрасного. Примеры привожу случайные совершенно, так же, как и здесь, это не есть самое высшее достижение, это искусство. Я просто хочу продемонстрировать на отдельно взятых точках. Так вот, отличным примером пересечения между прекрасным и возвышенным является работа, которая название не имеет, как у большинства работ современных художников, Жанна Ива Ланглуа. Это наш современник, он 46-го года рождения. Смотрите, что из себя представляет эта работа. Она не только живописна, здесь есть и калаш, да, вот этот круг, наклеенный поверх полотна основного, безусловно, идеально четко очерчен, он демонстрирует четкий контур, четкую форму, и как совершенная конструкция доставляет эстетическое наслаждение просто самим своим цветом, формой. Это идет по-прекрасному. Но здесь мы видим абсолютно такой же круг, который уже нарисован и который растворяется. Он как бы не отчеркчен до конца. И вся работа обыгрывает с одной стороны зримую форму, цвет, с другой стороны их переход в свою противоположную в отсутствие формы и в отсутствие цвета, в чистую горизонт. Работа очень большая, очень крупная. Это музей Рюдвига, видного коллекционера современного искусства. Вот это как раз пример пересечения прекрасного и возвышенного. То есть здесь как бы пополам, я бы так сказал, часть этой работы играет с одной формой нашего восприятия ее, а часть с другой. И тем не менее они сливаются в опроб произведение. Вот в чем мне нравится. Другой пример несколько иной обыгранности перехода между прекрасным и возвышенным. Это опять Адзенкифер, которого многие называют самым крупным живущим художником. Если вы присмотритесь к этому полотну, к первому его плану, то в общем-то это красивейшая пулемаха. Безумно эстетично решено, просто потрясающе. По игре цвета, тона, очень нежного. буквально трепещущего. Но если вы посмотрите чуть-чуть дальше и присмотритесь, окажется, что вот здесь написан текст. Тот самый, который вы видите в названии картины. Это цитата из провал самой категории прекрасного. Почему? То есть прекрасное после разделения акта и содержания высказывания невозможно. То есть мы смотрим и в какой-то момент мы понимаем, что мы смотрим, как мы смотрим. Все. Мы переключаемся в гонурию модальность восприятия. Из модальности чистого созерцания, которое есть типично для прекрасного, мы переходимся в модальность рефлексического созерцания, которое характерно для разрешения. В данном случае картина демонстрирует именно вот это разделение между интенцией художника, стремящегося к прекрасному и по большому счету той интенцией, с которой будет направлено восприятие публики на его работу. Это редкий пример у Кефера, когда картина действительно играет, по-крайней мере, с их категории прекрасного. Обычно я и всех уважаю. Для Кефера вот такие тонкие нежные тона нетипично, обычно возображают всякие ужасы, а в абстрактной форме ужасы войны. Человек, который родился в стране, которая называлась «Петерых». И, кстати, не боится именно так и писать. Не значит, что он нацист. Он антинацист. человек, который не боится и не хочет сбежать от своего урожения. Родился он в государстве, которое называлось «Петерых». И последняя фигура, которую мы сегодня рассмотрим, это тоже наш современник, тоже абсолютно уникальный художник, отчасти в начальный период своего творчества соприкасавшийся с эпоп-артом. Один из тех, кто входит в костяк первых деятелей поп-арта, его звали, зовут, Уэль, Тимо. Он создает совершенно уникальный урбанистический пейзаж, просто завораживающий своей красотой. Это в полном смысле остановившееся время, но вот только если приглядеться, то прекрасное опять же начинает подвергаться сомнениям. Если задуматься, то заметьте, вот это магистраль, которая у него всегда изображается вертикально. И магистраль изображается таким же образом, как небоскреб. На что это может указывать, если они приравниваются, если они нам показаны, как две тождественные величины. С одной стороны, на тотальную остановку. То есть вот это время, где машины должны с этой годы просто нестись на нереальной скорости. В данном случае скорость будет выше скорее если ехать на нейтралке. И здесь речь идет о здании, которое строится на веках. Это своеводная фиксация постисторического времени. Времени, которое остановилось. Как сказано у Иоанна, и времени больше не будет. Время остановилось. С другой же стороны, если мы отождествляем небоскреб и улицу, и в данном случае считываем улицу как манифестацию скорости, то есть акцент переносим с небоскреба на шоссе, то эта картина фиксирует тотальное разрушение. Это триумф смерти, по сути, потому что небоскреб получается столь же кратковременный его срок, как срок спуска этого автомобиля по шоссе. Все неизбежно изменяется. Скорости фантастические. Эта картина демонстрирует совершенно уникальный пример пересечения и фактически слияние воедино запредельное ускорение с запредельным замедлением. У Бодриара в одной из его работ есть весьма любопытная мысль о том, что люди все время задаются вопросом, как превысить скорость света. Это больше всего интересует фантастику научную и ненаучную в еще большей степени. Он же говорит, что меня интересует то, если скорость света окажется более медленной. Представьте себе, в какой мир мы попадем, если мы будем всегда видеть только прошлое. Мы же видим отражение. Если мы будем видеть каждый предмет, тогда, когда тревога уже на этом месте может не быть. В данном случае обыгрывается вот эта идея предельного изменения реальности как с сверхускоренным временем, так и с временем сверхзаведленным. Утима таких картин масс. Здесь вы видите городские постройки, в данном случае мы их видим только тени этих небоскребов, это есть тень тотального движения, огромного шоссе, в чем именно скоростного шоссе, на котором небоскребы отражаются просто как тем. Мы даже не знаем, есть они или нет. Если столь высока скорость, если скорость равна как темно фиксирует скорость, отсчитывая в веках, то вполне возможно, что у них остается только теницы. Да, ничего такого уже нет. Их еще не возвели, они уже сейчас. И самое забавное это вот эта картина вид из апартаментов. Первый план этой картины безусловно прекрасный в чистом виде. И там все то же самое. Тени от домов, сверхскоростное движение, которое показывает, что оно стало для нас чем-то попытием. Вот в чем дело. Здесь ничего, то есть там можно было подумать, что это какое-то апокалиптическое видение, что это некая предельная точка, а-ля Батай или Бланшо, некий бросок в сверхскорость. А здесь мы видим, что ничего подобного. Здесь вполне приготовлен приличный такой обед или ужин, и в общем-то эти сверхскорости, которые равны сверхостановке, они никак нас не выбивают из привыденной и обыденной обычной для нас реальности. И в этом смысле, конечно, философия Тибо, которая представлена именно в жести, именно в картине. Он не философ, не пишет о своих работах. Он философ, умыслитель кейский. Что? Не одно и то же. И безусловно, это делает его картины с одной стороны сопричастны прекрасному, ибо они доставляют эстетическое наслаждение формой. С другой стороны, они сопричастны возвышенному, так как на самом деле посредством этой формы они выходят далеко за ее пределы. далеко и за ее пределы, причем не в смысле просто интерпретации картины с точки зрения ее содержания. Ну, так мы можем проинтерпретировать Ильянарда. С точки зрения того, что он показывает совершенно невозможный момент совпадения о сверхускорении и сверхзамедлении. он демонстрирует в своей картине именно сам акт вот этого коллапса. Ну, не знаю, как это назвать, совпадением или, наоборот, невозможностью в совпадении. То есть, речь идет о том, что он демонстрирует некий смысловой коллапс, а не смысл. Это не то же самое. Она может быть прочитана как одним, так и прямо противоположенным образом. именно вот эта точка спайки, когда они соединяются как сверхскорость, когда мы шоссе, небоскреб отождествляем шоссе, да, они похожи. И как напротив свет статику, когда мы шоссе отождествляем небоскребом. Вот здесь возникает мозговой взрыв, интеллектуальный коллапс, который позволяет читать эти картины возвышенные. Здесь нет версии интерпретационной, которая была типична для живописи так скажем эпохи возрождения или в еще большей степени живописи ворочной. Там тоже мы можем найти некую неразрешимость. Но здесь сам смысл это именно в коллапсе этого смысла. А это необычно. И при этом все предельно эстетично. Все предельно эстетично, предельно красиво. Эта картина в отличие от тех же самых картин Орхола, которые, конечно, по большинству случаев идут по возвышенному, они именно красявы. Простите за тену. Они некрасивы. Утрированно красивы. Они демонстрируют красоту глянцевых журналов. Здесь речь идет о своем ни на кого не похожем почерке, который демонстрирует эстетическую красоту изображаемого. Вот в чем уникальность вам? Ему удается совершенно парадоксальным образом сочетать как одно так и другое. При этом одно в каком-то смысле является не исключающим другое. если вот здесь мы можем либо так, либо так читать, когда один раз уже прочли сверху, то, наверное, уже разведить не получится. здесь мы можем эстетически воспринять ее в качестве категории прекрасного эту работу, даже если мы уже знаем вот этот смысловой коллапс, который мы заложили. И это уникально. И поэтому ничего, великий художник, сколько бы про него мало не было написано, его обычно упоминают только в группах, как одного из первых представителей поп-арта, тем не менее этот художник безусловно великий. В общем, на этом мы собственно сегодня и остановимся. У нас впереди еще две важнейших эстетических категории. Это реалистическая и фантастическая, о которых тоже есть много о чем поговорить. Если есть какие-то вопросы по сегодняшней лекции, то я могу постараться по ним ответить. Извините, к какой категории относятся иконы? Что это прекрасное, возвышенное? В данном случае достаточно сложный вопрос, потому что икона не является произведением искусства. То есть, если мы ее будем рассматривать с точки зрения произведения искусства, то, конечно же, она находится в категории прекрасного. Есть даже такой концепт, как иконическое. Иконическое произведение это то, которое совершенно именно в своей форме и выражает свою сущность. То есть, иконическое произведение это произведение прекрасное по преимуществу. Но так, как икона является большим, чем произведение искусства, она выходит за разные произведения искусства, то в данном случае мы можем применить к ней процедуру анализа ее как возвышенного. хотя, конечно же, с точки зрения именно искусства таковое она не является. Она таковой является в качестве некой прибавочной, как у Макса прибавочная стоимость, в данном случае в качестве прибавочной смысловой стоимости в ввиду вписанности в религиозный дискурс, она является конечно возвышенной. Потому что она отсылает к тому, что не представлено и более того она отсылает к тому, что на самом деле не имеет образа. она выражает через образ то, что образа не имеет. Но если анализировать как искусство только прекрасное, причем в чистом виде. Иконическое это и есть прекрасное.